Собого внимания на появление трех человек, вместо этого все сосредоточили все свое внимание на 33-этажной башне. Из какого клана этот Небесный Мастер, который на самом деле добрался до восьмого уровня? Гун Сунь, я помню, что в прошлый раз добралась только до шестого этажа, верно? Башня Разума существовала уже давно, и каждый, кто знал о ней, понимал, что только существа уровня Бессмертного Короля или выше больше могли достичь десятого этажа. Однако им было чрезвычайно трудно достичь двадцатого этажа, а те, кто мог бы достичь восьмого этажа, были бы или могли бы стать творцом четвертого или пятого бедствия. Совершенно верно. Гун Сунь Цзюнь посмотрел на башню и кивнула с серьезным выражением лица. Внезапно свет на восьмом этаже померк, и вскоре оттуда вышла фигура. Выражение лица Гун Сунь Цзюнь изменилось. Он из семи великих сект, Небесный Мастер, Джаолан. Неудивительно, что он смог добраться до восьмого уровня. Джаолан, я слышал, что его практика находится только на уровне Творца Третьего Бедствия, но он на самом деле смог достичь восьмого этажа. Это лучший результат, чем у большинства практиков Творца Четвертого Бедствия. Даже некоторые из Творцов Пяти Бедствий не могут сравниться с ним, пробормотал Шэнь Бай. Как только Джаолан вышел, другой молодой человек направился к башне, и, увидев это, некоторые из практиков, которые уже сели, посмотрели на молодого человека со страхом в глазах. Здесь больше двух тысяч человек. Я думаю, в течение полугода наступит моя очередь. Брат Нин, я подожду здесь. Шэнь Бай огляделся и улыбнулся Нин Цзи. Однако Нин Цзи спросил с некоторым любопытством. Старший брат Шэнь. Могу я узнать, откуда взялись эти семь главных сект? Гун Цзи невольно взглянула на Нин Цзи, кто из практиков Центрального Континента не знал о существовании семи главных сект. Тяжело было винить Нин Цзи, ведь он не здешний. Среди круга людей, с которыми он общался, было не так уж много тех, кто много понимал о семи главных сектах, и большинство дискуссий было о том, какой истинный бессмертный совершил прорыв, и откуда взялись сокровища. Что же касается семи основных сект, то он мало что о них знал. Гун Сунь, брат Нин, практик с Континента Лазурного Дракона. Это нормально, что он этого не понимает. Шэнь Бай объяснил Нин Цзи, а затем посмотрел налево и направо. Здесь семь экспертов небесных мастеров из семи главных сект. Их нельзя было обсуждать напрямую, поэтому он послал им звуковое послание. Брат Нин. Секта Демонической Радости. Секта Шести Путей Реинкарнации. Секта Внутреннего Демона. Древний Храм Цзюша. Секта Боевых Искусств. Каждая секта имеет творца девяти бедствия, которые могут подавить силу других. Помимо Бессмертного Города Даянь, они являются самыми сильными державами на Центральном Континенте. В семи главных сектах существа, называемые небесными мастерами, были, по крайней мере, творцами третьего бедствия. Другими словами, существа, подобные моему мастеру, которых можно назвать истинным бессмертным, очень выдающиеся. Такие существа, как они, не те люди, которых можно легко оскорбить, иначе судьба целой секты может быть уничтожена. На этот раз, когда будет открыто наследие алхимии, было выделено по десять мест для каждой из семи главных сект, так что там будут семьдесят небесных мастеров. Любой из них обладает силой, чтобы уничтожить мое царство Лумень. Услышав это, Нин Цзюша огляделся, и действительно, недалеко были семь небольших групп, все сформированные из десяти человек. Их глубокая духовная Цзюша была сильнее, чем у практиков в окрестностях. Все они были творцами третьего бедствия, все близлежащие практики держались на расстоянии от них и не смели подходить слишком близко. Гун Сунь, ты тоже пришла? Сам того не ведая, Джао Лан появился перед ними тремя. Лицо Шэнь Бая мгновенно изменилось. Глава 1450. Старший дракон Дан, старший брат Джао, выражение лица Гун Сунь Цзюнь слегка изменилось, когда она сложила руки в знак приветствия. Джао Лан, казалось, не заметил Шэнь Бая и Нин Цзю и тепло улыбнулся. Гун Сунь, я так редко вижусь с тобой, почему бы тебе не подойти ко мне ненадолго? Гун Сунь Цзюнь бросила взгляд на Джао Лана. Там были и мужчины, и женщины, но, возможно, это было из-за какой-то техники, но все их лица имели следы похоти. Нет никакой необходимости в старшем брате Джао. На этот раз я пришла с хорошим другом, Гун Сунь Цзюнь тактично отказалась. Друг, раз ты смог стать хорошим другом, Гун Сунь, я думаю, что ты хоть что-то из себя представляешь, верно? Джао Лан посмотрел на Шэнь Бая с полуулыбкой. Что же касается практика проявления закона Нин Цзюнь, то он совершенно забыл о его существовании. Шэнь Бай спокойно улыбнулся и сказал. Шэнь Бай из царства Лумень приветствует старшего брата Джао. Царство Лумень, о, царство, которое имеет лишь Творца Третьего Бедствия. Неожиданно спросил Джао Лан. Лицо Шэнь Бая помрачнело, но происхождение и уровень практики противника были за пределами его силы, поэтому он мог только молча терпеть насмешки Джао Лана. Гун Сунь, я уже пришел, чтобы лично пригласить тебя. Если ты не согласишься, то со стороны я буду выглядеть ужасно. Джао Лана гляделся и увидел, что многие люди сосредоточились на них. Гун Сунь Цзюнь слегка нахмурила брови. Она посмотрела на Шэнь Бая и, наконец, покачала головой в сторону Джао Лана. Старший брат Джао, я думаю, что будет лучше, если я не пойду. Ха-ха, Джао Лан рассмеялся, посмотрел на Шэнь Бая и повернулся, чтобы уйти. Нин Цзюнь показалось, что Гун Сунь Цзюнь и Шэнь Бай одновременно выдохнули. Гун Сунь, ты знаешь этого Джао Лана? Шэнь Бай слегка нахмурился. Не пойми меня неправильно, все практики секты демонической радости одинаковы. Гун Сунь Цзюнь ответила тихим голосом. Хорошо, поспешно сказал Шэнь Бай, но на этот раз мы должны быть осторожны с ним. Гун Сунь Цзюнь кивнула. Нин Цзюнь молчал с самого начала, и аура вокруг тела Джао Лана заставляла его чувствовать себя немного испуганным. Однако, если они действительно сразятся, Нин Цзюнь мог не бояться другой стороны, и было даже лучше, что другая сторона его не замечала. Снова восьмой уровень. Все трое посмотрели на башню, и свет на восьмом этаже постепенно потускнел. Молодой практик, который вошел ранее, вышел с безразличным выражением лица. Он отошел в сторону, чтобы встретиться с остальными девятью. И, судя по всему, это были практики одной из семи сект. Странно, может ли быть так, что Альянс Алхимиков отправил только Творца Второго Бедствия? В глазах Нин Цзюнь мелькнуло сомнение, казалось, что кроме небесных мастеров из семи главных сект, самым сильным человеком здесь был Творец Второго Бедствия. Нин Цзюнь подсчитал, что на каждого человека требуется времени около закипания одной чашки чая, и поскольку здесь было более двух тысяч человек, в зависимости от их скорости, им не потребуется много времени, чтобы подняться в башню. Когда Шэнь Бай сказал, что Башня Разума может увеличить способности человека, Нин Цзюнь стало немного любопытно, к какой именно стадии принадлежат его способности. Возможность достичь этой стадии, казалось, была связана с его способностями, а это полностью зависело от системы. Однако на этом этапе способности Нин Цзюнь также постепенно увеличивались, и прямо сейчас была возможность доказать свою силу. Небесные мастера из семи главных секты последовательно входили в Башню Разума. Самый сильный парень действительно сумел добраться до девятого этажа и был даже сильнее Джаолана из секты Демонической Радости. Тот факт, что Творец Третьего Бедствия смог достичь девятого этажа, показал, что он уже обладал достаточной силой, чтобы стать Творцом Пятого Бедствия. Этот парень был старшим братом Сяуи из десяти небесных мастеров, посланных сектой шести путей реинкарнации. Старший брат Шэнь, почему эти парни не проходят Башню Разума постоянно? У Нинцы появились некоторые сомнения, так как это могло улучшить их талант. Зачем им следовать правилам и входить только один раз? Для практиков это не должно быть возможным. Пройдя через Башню Разума один раз, мне понадобится по крайней мере несколько десятилетий, чтобы достичь следующей стадии. В противном случае, я не смогу принять ее, даже если войду в Башню, и я не уверен в специфике ситуации. Короче говоря, даже бессмертным королям нужно по крайней мере несколько десятилетий, чтобы достичь следующей стадии. Шэнь Бай улыбнулся. Вот оно как. Нинцы внезапно все поняла. После этого все трое остались ждать на месте. В это время практики секты демонической радости странно поглядывали на них, что-то бармача. Нинцы вздохнул в своем сердце. Джаолан секты демонической радости собирался доставить неприятности из-за отказа Гун Сун Цзэюнь. Несмотря ни на что, он должен был помочь Шэнь Баю. Через четыре месяца большинство людей, которые были сильнее Нинцы и двух других, уже отправились в Башню Разума, и скоро настанет их очередь. На самом деле Гун Сун Цзэюнь не нужно было так долго ждать с ними. Нинцы догадался, что она ждала с ними из-за Шэнь Бая. О практике Альянса Алхимиков здесь величественная фигура подвела группу людей. Он огляделся по сторонам, говоря безразличным тоном. Бесчисленные взгляды были устремлены на него. Брат Нин – это существо, известное как старший бушующий дракон Дан, который имеет самые высокие шансы прорваться в царство святого Пилюль в вашем альянсе алхимиков. Его мастер – самый сильный из девяти великих императоров Пилюль, творец восьмого бедствия. Потрясенно воскликнул Шэнь Бай. То, как Сяуе, Джаолан и другие небесные мастера семи главных сект смотрели на старшего бушующего дракона Дан, также было довольно пугающим. В общей сложности более ста человек. Даже семь главных сект вместе взятых не имели такого количества людей, но их уровни практики были неравномерны. Среди них были и творцы второго бедствия, и творцы первого бедствия, и даже средней стадии проявления закона. На голове дракона была татуировка с едва различимой силой творца. Она занимала всю его левую щеку. Что же касается самого старшего бушующего дракона Дан, то он также был творцом третьего бедствия, и судя по его ауре, он казался примерно таким же, как Сяуе из секты шести путей реинкарнации. Э, Хэйшуй пришел с ним. Взгляд Нин Ци остановился на фигуре, которая слегка кланялась рядом со старшим бушующим драконом Дан. Это был Хэйшуй, которого игнорировал Нин Ци, и, судя по всему, он должен был только что прибыть в город. Брат Нин, чего ты ждешь? Напомнил Шэньбай. Сейчас вернусь. Нин Ци рассмеялся и подошел к старшему бушующему дракону Дан. Хэйм, почему он пришел сюда раньше меня? Хэйшуй внезапно увидел Нин Ци, и его лицо изменилось. В его глазах промелькнул гнев и жажда убийства. На этот раз алхимическое наследие, скорее всего, связано с моим. Если кто-то из вас получит его, помните, что вы не можете прикасаться к нему опрометчиво. Подождите, пока я приду, понятно? Когда все это услышали, выражение их лиц слегка изменилось. Соседние практики злорадно наблюдали за происходящим. Естественно, я не позволю вам остаться с пустыми руками, безразлично сказал старший бушующий дракон Дан. Чего хочет наш альянс алхимиков, так это единство. Поскольку для старшего бушующего дракона Дан так важно это наследие, то мы сделаем все возможные, чтобы помочь, сказал Хэйшуй. Независимо от того, хотели они этого или нет, все присутствующие главы выразили свое мнение в этот момент. Только один человек не произнес ни слова, и старший бушующий дракон Дан взглянул на Нин Ци, прежде чем нахмуриться и спросить. Практик проявления закона? Все как-то странно посмотрели на Нин Ци. Глава 1451. Горный зверь. Старший бушующий дракон Дан нахмурился. Он несколько раз оценивающе посмотрел на Нин Ци. Глава чего ты? С кем ты пришел? Я глава города. Города Цзяннань. Бессмертная империя таинственной ночи. Нин Байсюань. Нин Ци слегка улыбнулся. Бессмертная империя. Куан Лун посмотрел на Хэйшуя. Этого парня привел сюда ты? Именно Хэйшуй немедленно кивнул. Неужели в альянсе алхимиков вашей бессмертной империи таинственной ночи больше никого не было? Из того, что я знаю, кроме тебя, там есть еще четыре творца первого бедствия. На этот раз алхимическое наследие – это важное дело, холодно сказал старший дракон Дан. Был бы еще один творец. Стало бы чуть больше силы, но ты действительно привел сюда практика проявления закона? Не знаю, как насчет старшего бушующего дракона Дан, но глава Нин необычайно искусен в алхимии. Если бы я не взял его сюда, боюсь, кто-нибудь в альянсе сказал бы, что я мщу за личную обиду, сказал Хэйшуй, зловеще рассмеявшись и бросив взгляд на Нин Ци. Публичная месть за личную обиду? Мой ученик Ван Тин умер от рук главы Нина. Как только эти слова прозвучали, присутствующие главы недружелюбно посмотрели на Нин Ци. Именно в это время раздался голос. Хэйшуй забыл упомянуть главное, на самом деле именно его ученик Ван Тин сделал первый шаг. Нин Ци ответил ему лишь одним ударом ладони. Старший Дан из королевства Даркья. Несравненно холодный взгляд Хэйшуй ометнулся к говорившему. Старший Дан из королевства Даркья стоял сзади, но Нин Ци не заметила его ранее, поэтому, когда он открыл рот, чтобы замолвить за него слово, Нин Ци улыбнулся и кивнул. Я не хочу ничего слышать, просто помни, что на этот раз алхимическое наследие очень важно для меня. Если кто-то из вас посмеет прикоснуться к нему без разрешения, вы станете моими врагами. Несмотря на то, что слова звучали мягким тоном, каждый ясно знал, что произойдет, если кто-то сделает старшего бушующего Дан своим врагом. Его мастер-император Пилюль-Бодхи самым сильным совершенствованием в альянсе алхимиков, поэтому слова, которые он только что сказал, были чрезвычайно тяжелы, настолько тяжелы, что они превзошли некоторых священных мастеров-алхимиков. Да, сэр. Все кивнули, не желая спорить. Хотя альянсу алхимиков принадлежит много мест, они контролируются другими. Несмотря ни на что, эти люди больше не смогут получить наследие алхимии, почему мы должны оставаться безразличными, почему мы должны отдавать наследие другому. Ша-ша-ша, говори тише, старший бушующий дракон Дан, несравненно мстительный и злопамятный, так что надеюсь он тебя не услышал. Когда придет время, у тебя могут возникнуть неприятности. Мне нужно бояться его. На этот раз Сяуе, Джаолан и группа небесных мастеров его противники. Соседние практики зашептались. Вскоре после этого девятый этаж башни озарился белым светом и постепенно потускнел. Точно так же, как Сяуе, старший бушующий дракон Дан использовал свою практику Творца Третьего Бедствия. Раз он прорвался на девятый этаж, это означает, что он достаточно способный, чтобы совершить прорыв к Творцу Пятого Бедствия. Нинцы и старший Дан из королевства Даркья немного поболтали. Нинцы никогда не видел второго главу, которого он привел с собой, но его внешность была очень похожа на старшего Дана королевства Даркья. Он должен быть из того же клана. Хэйшуй все это время пристально смотрел на Нинцы. Юноша, казалось, заметил его пристальный взгляд, когда внезапно повернулся и посмотрел на него с ухмылкой, а затем попрощался со старшим Даном королевства Даркья, вернувшись обратно к Шэньбаю и Гун Сун Цзэюн. Брат Нин, эти Творцы Второго Бедствия уже вышли, ты не хочешь войти? Сказал Шэньбай Нинцы. Разве вы двое не пойдете? Нинцы рассмеялась. Хах, я подожду еще немного. Шэньбай сухо рассмеялся. Нинцы взглянул на Гун Сун Цзэюн и сразу же понял в своем сердце, что отношения между ними не были простыми. Вполне возможно, что они уже заключили помолвку. Подумав об этом, Нинцы рассмеялся и направился прямо к башне разума. Обычный практик проявления закона хочет войти в башню, проваливай. Внезапно перед Нинцы возник мускулистый мужчина и преградил ему путь, ругая его холодными словами. Все знали, что Нинцы был главой из Альянса Алхимиков, поэтому они смотрели на старшего бушующего дракона Дан. Старший бушующий дракон Дан равнодушно взглянул на эту сцену, у него не было намерения нападать, а остальные главы переглянулись. Видя, что он не обращает внимания, остальные, казалось, также сделали вид, что ничего не замечают. Это небесный мастер расы горных зверей. Говорят, что царь горных зверей уже совершил прорыв к Творцу седьмого бедствия. Он из Альянса Совершенствования. Кто-то узнал этого крупного мужчину. Неудивительно, что он не боится Нинцы. В этот момент все небесные мастера семи главных сект посмотрели на Нинцы и дородного мужчину с полуулыбкой. Выражение лица Шэньбая слегка изменилось, когда он посмотрел на Гун Сун Цзэюнь. Гун Сун Цзэюнь покачала головой. Люди расы горных зверей все сумасшедшие. Не провоцируй их, но они не посмеют убить здесь ни в чем неповинных людей. Самое большое, он немного пострадает. Не беспокойся об этом. Ладно. Шэньбай глубоко вздохнул. В царстве Луминь. За исключением нескольких старших и младших, его мастер самый сильный. Куда бы он ни пошел, кто осмелится сказать хоть слово не одобрение. Он был ограничен этим местом. Сила. Шэньбай сжал кулак. Насколько я помню, вы ведь уже заходили, верно? Почему ты преграждаешь мне путь? Нинцы улыбнулся. Как безрассудно. Именно так все думали о Нинцы, обычном практике проявления закона. Неужели он действительно думает, что все еще находятся на своей собственной территории, и что он кому-то важен его титул главы из Альянса Алхимиков? Из присутствующих в Сумеречном городе далеко не каждый уважал Альянс Алхимиков. Воин клана горного зверей зловеще рассмеялся. Ты мне не нравишься. Каждый здесь как минимум творец, а самые слабые, по крайней мере, в полушаге от творца. Для чего здесь ваш практик проявления закона? Он действительно был сумасшедшим. Подумал про себя каждый. У горных зверей не было причин делать это. Даже король горных зверей совершил много непостижимых вещей. Давай заключим пари. Нинцы вдруг рассмеялась. Какой пари? Крепкий мужчина из клана горных зверей был слегка поражен, и член клана, который пришел с ним, также посмотрел на Нинцы с сомнением. Этот человек-муравей хочет заключить с ними пари? Давай посмотрим, смогу ли я войти в башню разума. Нинцы рассмеялся. Ха-ха. Хорошо. Какой будет ставка? Ты алхимик альянса алхимиков, тогда достань свои пилюли и заключи со мной пари. Крепкий горный зверь засмеялся, его глаза сверкнули жадностью. Я ставлю пилюлю великого бессмертия восьмого ранга. Если я проиграю, пилюля станет твоей. Если ты проиграешь, то просто встанешь на колени и покажи всем, как надо лаять. Нинцы рассмеялся. Шипение. У этого брата Нина очень толстая кожа и кишка не тонка. Глава 1452. Южные небесные врата Ха-М. Этот парень не слишком высокомерен. Выражение в глазах старшего бушующего дракона Дан, когда он посмотрел на Нинцы, слегка изменилось. Интересно, ты думаешь, что с твоей личностью главы из Альянса Алхимиков ты сможешь спастись? Когда алхимическое наследие будет активировано, я боюсь, что эти два сумасшедших из клана горных зверей продолжат преследовать его. Джаолан из секты Демонической Радости посмотрел на Нинцы с вежливой улыбкой. Этот твой хороший друг стал заклятым врагом расы горных зверей. Гун Сун Цзэюн лишилась дара речи. Шэнь Бай с сожалением сказал. Если бы я только знал, мы бы помогли сказать несколько слов. Сумасшедший из клана горных зверей затаит злобу. После того, как откроется наследие алхимии, мы будем. С Альянсом Алхимиков в качестве поддержки. Он должен быть в состоянии защититься от получения травм, сказала Гун Сун Цзэюн тихим голосом. Самое главное, он не хотел, чтобы Гун Сун Цзэюн подвергалась опасности. Если она станет мишенью для этих двух безумцев из клана горных зверей, то на этот раз им придется только думать только о том, как сбежать, и вообще забыть о наследии алхимии. В различных бессмертных династиях различные гении смотрели на Нинцы с ликованием. Ты хочешь, чтобы я встал на колени и залаял, как собака? Мускулы звера-человека мгновенно напряглись. Его тело раздулось на несколько футов, и два клыка выросли изо рта со скоростью, видимой невооруженным глазом. Это всего лишь пари. Неужели ты боишься, поэтому отказываешься? Нинцы рассмеялся. Возможно, потому что он чувствовал, что его спровоцировали. Воин горных зверей подавил свой гнев и зарычал на Нинцы. Хорошо, пари так пари. Однако, если ты проиграешь, я не только заберу пилюлю, я также захочу твоей жизни. Ну же, почему ты еще не здесь? Увидев, что Нинцы не двигается, он нахмурился. В следующий момент он появился перед Нинцей и замахнулся. Юноша растворился, как дым. Присутствующие практики тут же с удивлением посмотрели на башню разума. С другой стороны, Нинцы стоял в дверях со слабой улыбкой, глядя на похожего на зверя мускулистого мужчину, который смотрел вокруг, как дурак. Скорость этого ребенка необычайна, даже я не смог понять, как он обошел того практика из горного племени. Все были втайне шокированы. При этом даже Сяуи из секты шесть путей реинкарнации секты смотрел в сторону Нинцы. Джаолан из секты демонической радости заговорил. Его скорость необычайна, неудивительно, что он смог получить место и прийти сюда. Глаза Даунь Мучонга из секты девяти адских демонов были мрачными и холодными. Техника движения этого ребенка меня заинтересовала. Юфен из секты внутреннего демона с любопытством оценивал Нинцы. Уголки глаз небесных мастеров Чжан Цзуна и Чжан Данглия из секты боевых искусств приподнялись, когда на их телах появилось слабое боевое намерение. Хотя Шитзежу из древнего храма Цзюшу не смотрел прямо на Нинцы, краем глаза он постоянно оценивал его. Человек расы зверолюдей был творцом второго бедствия, но Нинцы сражался с ним играючи. Сильнейшие небесные мастера семи сект также увлеклись Нинцы, проявляя любопытство. Скорость брата Нина действительно так высока? Какую технику движения он практикует? Шэнь Бай в шоке посмотрел на Нинцы. Гун Сун Цзюнь, стоявшая рядом с ним, тоже была очень удивлена. Она никак не думала, что этот парень, который выглядел как практик проявления закона, действительно может иметь такую ужасающую скорость. Как творец второго бедствия, она даже не могла ясно видеть движение Нинцы. Ты проиграл. Жди пока я выйду меня и не забывай лаять. Нинцы рассмеялся и повернулся, чтобы войти в башню разума. Как это возможно? Воин горных зверей был ошеломлен, наблюдая, как фигура Нинцы исчезает в башне. Он тут же взревел, и на него посыпались злорадные взгляды, когда он свирепо посмотрел на своих мастеров. Они все опустили головы. Только идиот захочет нажить себе врагов из клана горных зверей. Черт побери, черт побери. Не в силах сдержать гнев в своем сердце, практик горного племени мог только стоять на месте и издавать сердитый рев. Хэйшуй, откуда Нин Бай Сюань? Старший бушующий дракон Дан был несколько заинтересован. Хэйшуй очнулся от шока. Он наконец понял, почему Нинцы первым прибыл в это место. Увидев, что старший бушующий дракон Дан задает вопросы, Хэйшуй на мгновение задумался и сказал. Этот ребенок практик с континента лазурного дракона. Он, похоже, обладает алхимическим наследием Великих Меридианов. Девяти пилюлей способен создать пилюлю Великого Бессмертия Восьмого Ранга. Выражение лица старшего Дана Королевства Даркья слегка изменилось. Хэйшуй чего-то не договаривал. Конечно же, лицо старшего бушующего дракона Дан изменилось, а затем он рассмеялся. У него есть шанс стать святым пилюль. Наш альянс алхимиков получил еще одного небесного мастера. Неплохо, неплохо. Практик, который понимал старшего бушующего дракона Дана, уже знал в своем сердце, что он, вероятно, намерен убить Нинцы. Старший бушующий дракон Дан был гордым и высокомерным человеком, у которого были самые большие шансы стать 37-мым святым пилюлей Альянса Алхимиков, но все же появился парень, который смог создать пилюлю Восьмого Ранга. Если он первее станет святым пилюль, это будет оскорблением для старшего бушующего дракона Дан. Хэйшуй опустил голову, он улыбнулся. Нин Бэйсюань, на этот раз мне не придется ничего делать, если ты сможешь выйти из алхимического наследия живым. Башня разума в тот момент, когда Нинцы ступил в это место, он почувствовал, что все его тело становится легким, а когда он снова появился, то уже был над облаками. Мое плотское тело. Нинцы посмотрел на свой кулак и слегка сжал его. Выражение его лица слегка изменилось. Ты думаешь, что я делаю это сейчас, чтобы успокоить свое душевное состояние? Нинцы смотрел вперед с серьезным выражением лица. За едва различимыми облаками, казалось, был большой город, стоящий на вершине облаков. Шэнь Бэй сказал, что когда все входят в башню разума, то видят совсем другое. Нинцы подумал, что все это лишь иллюзия, и полетел к огромному городу. Все ближе и ближе. Слова на табличке перед городскими воротами становились все яснее и яснее. Южные небесные врата. Фигура Нинцы слегка задрожала, и в его глазах промелькнуло удивление. Эти южные небесные врата были высотой в несколько десятков тысяч метров и чрезвычайно величественны. В то же самое время, двое трехтысячиметровых гигантов в золотых доспеха и вооруженные бронзовыми молотами, внезапно посмотрели на Нинцы. В этот момент Нинцы почувствовал, как огромная гора давит ему на сердце, лишая возможности дышать. Очень сильные. Эти двое слишком сильны. Они были в бесчисленное количество раз сильнее бессмертного короля Пуду и других, с которыми встречался Нинцы. Лишь взгляд в его глазах заставил сердце Нинцы почти развалиться на части. Однако то, что произошло дальше, было довольно шокирующим. Два гиганта внезапно опустились на колени, опустив головы, как будто кланясь Нинцы. Глава 1453. Пятый этаж иллюзия. Это была единственная возможность, которая могла объяснить сцену, которую увидел Нинцы. Возможно, все, что происходило перед его глазами, было иллюзией, созданной башней разума в соответствии с воспоминаниями Нинцы. Нинцы на мгновение заколебался, а затем приземлился перед южными небесными вратами. В этот момент Нинцы был в таком состоянии, что даже не мог открыть свои вечные небеса бессмертного императорского искусства. Нинцы был похож на муравья перед двумя гигантами. Видя, что они не произносят ни слова и только наполовину опустились на колени, Нинцы некоторое время молчал, а затем направился прямо в южные небесные врата. Юноша хотел узнать, какие тайны таит в себе башня разума. Снаружи на втором этаже медленно зажегся белый свет. Неплохо, этот парень достаточно способный, чтобы стать творцом, сказал Цзэюнгун Сунь. Возможность войти на второй этаж башни разума доказывала, что Нинцы обладал способностями, чтобы стать творцом первого бедствия. Я никогда не думал, что талант брата Нина так уж плох. Если он станет творцом первого бедствия, обладая такой скоростью, боюсь, что я буду ему неровня, так ведь, сказала себе Шэньбай Хэм. Ну и что, что у него есть способности, чтобы пробиться на уровень творца? Глаза Хэйшуя были холодны. Одного второго этажа было недостаточно, чтобы кого-то шокировать. Из всех присутствующих самый слабый сумел добраться до третьего этажа. Если бы он смог добраться до четвертого этажа, это было бы невообразимо, потому что это означало бы, что у него есть способности, чтобы совершить прорыв к творцу третьего бедствия. Пятый, шестой, седьмой этаж означали, что человек мог стать творцом четвертого бедствия, а восьмой, девятый означали, что человек мог достичь творца пятого бедствия. Даже самый сильный гений секты шести путей реинкарнации, Сяуе, добрался только до девятого этажа. Что же касается десятого этажа, то никто не осмеливался даже думать об этом. Только существа уровня бессмертного короля могли достичь этого уровня, и после двадцатого этажа были только эксперты уровня творца девятой скорби, такие как семь руководителей великих сект. Тридцатого уровня когда-либо достигал только бессмертный император Даянь. Что там за испытания, никто не знал. Войдя в южные небесные врата, Нинцы услышал рев дракона, и гигантский золотой дракон медленно пролетел над ними. Когда он увидел Нинцы, то сразу же распростерся на земле. Он немного похож на шестого, все эти драконы из легенд Китая. Может быть, это золотой дракон с пятью когтями? Нинцы некоторое время стоял неподвижно и оценивала их, затем проигнорировал их и продолжил двигаться вперед. Загорелся третий этаж башни разума. Обладает способностями, чтобы стать творцом второй скорби? В глазах Гун Сун Цзэюнь мелькнуло удивление. Как в таком отдаленном месте, как континент лазурного дракона, мог существовать практик с такими способностями? Взгляды многих практиков сразу же изменились. Те, кто раньше насмехались над Нинцы за его силу проявления закона, больше были не в силах шутить. Причиной было то, что способности Нинцы были, по крайней мере, сравнимы с их. После долгой прогулки перед Нинцы внезапно появилась группа девушек, одетых во дворцовые одежды. Их было семеро, и когда они увидели Нинцы, то сразу же опустили головы и поприветствовали его. Нинцы на мгновение смирил их взглядом, затем рассмеялся над собой и продолжил идти вперед. В облаках он увидел дворец. Может быть, эта башня разума позволила ему совершить путешествие по легендарному небесному двору? Появился свет на четвертом этаже башни разума. Четвертый этаж? Как такой возможно? Даже у гений в семи великих сект на лицах было выражение удивления. Причиной было то, что многие из них могли добраться только до четвертого этажа. Старший бушующий дракон Дан поначалу не показывал эмоций, но когда он увидел, как светится четвертый этаж башни, выражение его лица сразу же помрачнело. У Хэйшуя, стоявшего рядом с ним, было еще более неприглядное выражение лица, и его сердце было слегка взволновано. Чем выше способности Нинцы, тем труднее будет осуществить его план. Думая об этом, Хэйшуя посмотрел на глав вокруг себя и сразу же заметил, что у многих из них были задумчивы выражения на лицах. Они, вероятно, планировали подружиться с Нинцы. Этот человек-муравей действительно так талантлив, брат, я должен убить его. Практик горного племени, проигравший пари с Нинцы, немедленно подошел к другому практику горного племени. Конечно, раз этот обычный глава из Альянса Алхимиков посмел унизить наше племя горных зверей, да будет так. Четвертый этаж способности брата Нина, пробормотал Шэньбай. Ты не обязательно слабее его, ты должны быть в состоянии достичь четвертого этажа. Когда он выйдет, ты войдешь и попробуешь, Гун Сунь Цзэюнь ласково утешала Шэньбая, увидев унылое выражение его лица. Как только она закончила говорить, загорелся пятый этаж башни разума. При этом выражения лиц у всех сильно изменились. Обладание качествами, необходимыми для того, чтобы стать творцом четвертого бедствия, было чем-то таким, что редко можно было увидеть на центральном континенте. Даже в семи главных сектах он был бы удостоен титула Небесного Мастера. Самые большие он был бы на один уровень слабее, чем Небесный Мастер, такой как Сяуе, но он был бы сильнее, чем бесчисленные другие Небесные Мастера. Когда он выйдет, вы, ребята, спросите его, не хочет ли он присоединиться к нашей секте шести путей реинкарнации, слегка приоткрыв рот, сказал Сяуе, который все это время хранил молчание. Его голос был негромким, но тысячи практиков ясно слышали его. Другие практики, которые думали завербовать его, вздохнули с жалостью. Очевидно, Сяуе сказал то, чего хотели и они. Только Джаолан и остальные семь главных секта смелятся конкурировать с сектой шести путей реинкарнации. Когда юноша достиг четвертого этажа, можно было лишь сказать, что есть небольшой шанс, что он сможет достичь Творца Четвертого Бедствия, но шансы были не так высоки. Но теперь старший бушующий дракон Дан сжал кулаки и холодно уставился на башню разума. Он изначально планировал убить Нинцы после того, как откроется наследие алхимии, потому что с его личностью никто не сможет узнать, как именно умер Нинцы. Теперь же Нинцы удалось добраться до четвертого этажа. Учитывая обстоятельства, он не мог быть бесстрашным, и если Нинцы умрет в наследии алхимии, высшие власти, вероятно, отправит людей, чтобы расследовать это дело. И что касается конфликта внутри Альянса, его мастер, император Пилюль Бодхи, возможно, не сможет защитить его. Лицо Хэйшуя стало бледным, его плохое предчувствие наконец-то подтвердилось, и стоило бояться, что методы, которые он использовал ранее, больше не будут эффективны. Несколько глав с практикой Творца Второго Бедствия посмотрели на Хэйшуя и покачали головами. Лицо Хэйшуя мгновенно стало пепельным. На этот раз император Сюянчжэнь действительно подобрал сокровища. Старший Дан из королевства Даркья пробормотал что-то себе под нос, затем в его глазах мелькнула улыбка. Чем сильнее талант Нинцы, тем полезнее это будет для него. Этот твой друг, он действительно необыкновенный. Гун Сунцзэюнь пыталась утешить Шэньбая, когда увидела, что пятый этаж тоже загорелся. Однако после долгого молчания она смогла сказать только это. На лице Шэньбая отразилась зависть, первоначальный страх в его сердце был забыт. Прямо сейчас он хотел только подождать, пока Нинцы выйдет, а потом он войти и попробовать самому. Глава 1454. Это всего лишь сон, это ныть же. Нинцы нахмурился, глядя на маленькую фигурку, стоящую на коленях недалеко от него. На его теле висели два золотых стальных кольца, а на ногах были ветряные огненные колеса, которые были очень похожи на фигуру в воспоминаниях Нинцы. Давление, исходящее от его тела, было во много раз сильнее, чем две гигантские фигуры перед южными небесными вратами, из-за чего Нинцы не мог двигаться вперед. Сделав глубокий вдох, Нинцы с некоторым трудом поднял ногу и продолжил идти вперед. Наконец он оказался перед большим залом. На доске с надписью было три больших слова. Зал Ленсиа. Легенда гласит, что нефритовый император живет в зале парящих небес. Нинцы рассмеялся и вошел в коридор. Грохот. Одна за другой фигуры опустились на колени по обе стороны зала. Взгляд Нинцы скользнул по их лицам, увидев множество людей, похожих на тех, кого он помнил, таких как Небесный Король Ли Эрлан Шень. Восемь бессмертных. Стоя наполовину на коленях, они молчали. Это иллюзия, наверняка. Нинцы вздохнул, когда его взгляд упал на высокую платформу в центре. Однако юноша обнаружил, что кресло, на котором должен был сидеть нефритовый император, на самом деле пустовало. Нинцы слегка вздрогнул, улыбнулся и подошел, чтобы сесть. В это мгновение выражение лица Нинцы застыло. Он чувствовал волну за волной ужасающей ауры, исходящей от трона и входящей в его тело, безумно уплотняя его вечное небесное бессмертное императорское божественное искусство. В мгновение ока Нинцы почувствовал, что его божественный облик уже прорвался на вершину небесного ранга, и его царство практики также вошло в стадию совершенства проявления закона. Это скорость. Нинцы не только не был счастлив, он был даже шокирован. Эта скорость роста была слишком странной. В то же самое время, за пределами башни разума, все в шоке уставились на башню, когда она начала светиться. Свет на десятом этаже постепенно исчезал. Десятый этаж. Это доказывало, что Нинцы обладал достаточными способностями, чтобы совершить прорыв к Творцу Пятого Бедствия, и вероятность этого была чрезвычайно высока. Даже Сяуи из шесть путей реинкарнации добрался только до девятого этажа. Его талант настолько ужасен, пробормотал себе под нос Сяуи. Дружок, как тебе это место? Равнодушный голос прозвучал рядом с ушами Нинцы. Нинцы внезапно повернул голову и увидел седовласого старика, который держал в руках веник из хвоща и улыбался Нинцы. Кто ты такой? Выражение лица Нинцы изменилось. Он не знал, была ли другая сторона иллюзией, или это существо башни разума, которое должно напугать людей. Я всего лишь одинокий призрак. Было бы прекрасно, если бы мы не вспоминали имена, но маленький друг еще не ответил на вопрос этого старого. Что ты думаешь об этом месте? Находясь в этом месте, твоя практика будет продолжать расти без конца, и через несколько десятилетий, и через несколько сотен лет, ты сможешь совершить прорыв к Творцу Девятого Бедствия, или даже сильнее, сказал старик с улыбкой. Нинцы слегка нахмурился. Он действительно мог чувствовать бесконечный поток энергии из трона, входящий в его тело, чтобы помочь ему уплотнить искусство бессмертного императора. Эта сцена была точно такой же, как тогда, когда он поглотил сущность, оставленную призрачным практиком. Вот только эта сила по какой-то причине казалась Нинцы нереальной. Остаться здесь – это всего лишь древняя пагода, и ты хочешь, чтобы я остался здесь? Нинцы рассмеялся, его разум лихорадочно работал, он быстро придумал способ сбежать, это место было слишком странным, он чувствовал, что все было иллюзией, даже его собственный фундамент практики, энергия прорывающаяся сквозь него, его стадия завершенности проявления закона, все это было иллюзией. Поскольку ты не хочешь оставаться здесь, этот старик не станет тебя принуждать, я лишь надеюсь, что ты сможешь вспомнить доброту, которая сформировалась сегодня. Да, люди снаружи называют это место башней разума, она имеет в общей сложности 33 этажа, верно? На самом деле это 33 уровень парящего неба, однако этот старик уже наложил на тебя иллюзорное заклятие. Никто не знает, что ты был здесь в течение последних 33 дней. Старик улыбнулся с этими словами, не дожидаясь, пока нинцы что-нибудь спросит. Старик внезапно махнул рукой, и пейзаж вокруг них начал меняться со скоростью, которую можно было увидеть невооруженным глазом. Пейзажи, все те, кто преклонил колени были лишены конечностей. У четверых из восьми бессмертных даже не было голов, только тела, а глаза ирландшиня, казалось, были вырваны. Увидев это, нинцы почувствовал холодок на спине, холод, поднимающийся от подошв ног к макушке головы, он сразу же посмотрел на старика. Где он? Подсознательно нинцы встал. Он понял, что наконец-то сможет выбраться из этого покрытого пылью трона. Это странное место, мне нужно выбираться. Подумав об этом, нинцы быстро покинул зал Лин Сиа. Он повернул голову, чтобы осмотреться, и увидел, что в зале осталась только треть таблички с одним словом Лин. Нинцы сразу же решил вернуться тем же путем. По дороге он снова увидел Нэджу, его лицо было залито кровью, а в груди зияла дыра размером с кулак. Шаги нинцы не прекращались, пока он не увидел семь дворцовых фей из прошлого. У них у всех не было голов, и они продолжали идти. Дракон, от тела которого остались только кости и лишь немного гнилой плоти и крови, молча распростерся на земле. За южными небесными вратами от двух великанов, стоящих на коленях, остались лишь половинки. Часть выше пупка исчезла без следа. Нинцы пролетел по воздуху и ушел. Несколько десятков вдохов спустя он обернулся, чтобы посмотреть назад, и смог лишь слабо разглядеть следы южных небесных врат в облаках. Одинокая душа дикого призрака. Разрушенный небесный двор – это мои воспоминания. Измененные башней разум, или эти божества пережили великую битву в прошлом и в конце концов были побеждены. Их души были спрятаны здесь. Следы сомнения поднялись из глубины сердца нинцы. Без каких-либо дополнительных подсказок он не мог подтвердить, было ли то, что он видел, реальным или поддельным. Если то, что сказал старик, было правдой, то он уже добрался до 33-го этажа, которого еще не достиг даже бессмертный император Дайянь. Как только нинцы погрузился в глубокие раздумья, из разрушенного зала Линсия вышли фигуры и почтительно встали позади старика, глядя в направление нинцы. Старый лорд, вы отдали ему всю небесную духовную энергию здесь. Мы, я боюсь, что мы будем уничтожены и превратимся, тихо сказал Ирлан Кшинь. Леденящая аура печали наполнила воздух вокруг всех. Мы не принадлежим этому миру, откуда взяться пеплу. Не смотри больше. Эта погода изначально была скрыта душой, когда упало истинное бессмертное оружие. Из своих воспоминаний он создал нас, насы. Это всего лишь сон, безразлично сказал старик. Как только он умолк, подул легкий ветерок, и фигуры рассыпались в воздухе, как песчинки. Глава 1455 Нарастающие волнения, в этом месте происходят перемены. Нинцы увидел, что небо и земля вспенились, и как только он показал удивленное выражение, его изгнали из башни. Когда юноша снова появился, он уже был снаружи башни и понял, что действительно совершил прорыв. Все взгляды устремились на нинцы. У одних было удивление, у других – страх, а у третьих – скрытое намерение убить. Нинцы обернулся и посмотрел на башню разума. На десятом этаже угасал луч света. Эта башня была мертва. Ты совершил прорыв в башне разума? Младший брат, я хотел бы узнать, готов ли ты присоединиться к моей секте шести путей реинкарнации, и я могу взять тебя в ученики? Рядом с ушами нинцы раздался голос. Нинцы поднял глаз и слегка вздрогнул. Сяуи из секты шести путей реинкарнации? Младший брат, почему бы тебе не пойти в мою секту девяти адских демонов? Фигура Дуаньму из секты девяти адских демонов появилась рядом с нинцы, вызывающий взглянув на него. Остальные пять сект, которые не планировали соперничать с Сяца, изменили свое мнение. Причиной было то, что нинцы не только прошел пятый этаж, он достиг десятого этажа. Он был человеком, который имел все шансы стать творцом пятого бедствия. Неважно какая секта уже сделала предложение, они все равно заберут его себе. Джаолан из секты демонической радости, Юфен из секты внутреннего демона, Фуцзи из секты Эньян, Джаньцзун и остальные, все они появились рядом с нинцы. Джаолан сделал предложение. Маленький друг, приходи в мою секту демонической радости. Ты можешь выбрать себе женщину практика уровня Творца второй скорби. Все вдохнули холодный воздух, и в их глазах появилось завистливое выражение. Женщины практики секты демонической радости были очень известны на центральном континенте, не говоря уже о уровне Творца второй скорби. Юфен также заговорил. Секта демонической радости идет неправильным путем, младший брат выглядит праведным и не имеет никакой похоти, он все идеально подходит для моей секты внутреннего демона. Сэр, если вы придете в мою секту Эньян, я готова лично учить вас, и в течение ста лет вы обязательно совершите прорыв к Творцу второго бедствия, сказала Фуцзи. С характером младшего брата, остальные секты не подходят для него. Приходи в мою секту боевых искусств, возразил Джанцзун. Я думаю, что древний храм Тзюшу уготован судьбой и Буддой для младшего брата, сказал Шитзи Жуй. Нинцы уставился на группу людей, он не думал, что в мгновение Ока станет горячей темой, но затем, быстро подумав, он сложил руки и рассмеялся. Я глава из Альянса Алхимиков и не ищу замену, но я благодарю всех за вашу добрую волю. Независимо от того, в какую секту Нинцы согласится вступить, он оскорбит остальные шесть сект. Юноша не был дураком, за всеми семью сектами стояло ужасающее существо Творцы Девятого Бедствия. Лучшим выбором на данный момент было остаться в Альянсе Алхимиков. Что касается остальных глав, то они просто улыбались и кивали, их сердца были удовлетворены ответом Нинцы. Ха-ха-ха, вы, ребята, схватили сокровища нашего Альянса Алхимиков в моем городе. Неужели вы действительно не считаетесь с чувствами моего господина? Раздался сердечный смех, когда рядом с Нинцы внезапно появился красивый молодой монах. Сначала он оценивающе посмотрел на Нинцы, а затем удовлетворенно кивнул. Творец Четвертого Бедствия. Су Юн Чжоу, главный ученик Императора Сумеречных Ночей, творец Четвертого Бедствия. Все лица внезапно изменились, Сяуе слегка улыбнулся и сказал. Брат Юн Чжоу, давно не виделись, твоя практика улучшилась. Нисколько, Су Юн Чжоу рассмеялся и махнул рукой, его глаза невольно скользнули по старшему бушующим дракону Дан, и он рассмеялся над Сяуе. Да и зачем это улучшение практики? Я практиковался так много лет, и в итоге всего лишь посредственный алхимик. Мне действительно стыдно. Все смеялись вместе с ним, но они не смеялись по-настоящему над Су Юн Чжоу. Несмотря на то, что его мастерство в создании пилюль было очень слабым, на самом деле он был творцом Четвертого Бедствия, и даже небесные мастера Семи Главных Сект не осмеливались действовать опрометчиво. Он жил очень долго и даже стал учеником императора Сумеречных Ночей многие годы назад. Однако его навыки алхимии никогда не улучшались, и его прогресс был чрезвычайно медленным, поэтому большинство присутствующих глав были в основном старшими для Су Юн Чжоу. Каждый из них первее достиг царства старшего Дан, предка пилюль, и среди 36 святых алхимии был лишь один младший, Су Юн Чжоу. Я слышал от своего подчиненного, что в альянсе алхимиков появился небесный мастер, который добрался до 10 этажа башни разума. Вот почему я пришел по приказу мастера. Все могу прекратить свои попытки завербовать его, мастер сказал, что если этот практик достигнет уровня Творца, он будет принят в качестве ученика, сказал Су Юн Чжоу, ухмыляясь. Услышав это, Сяуи и остальные вздохнули в своих сердцах. Император Сумеречных Ночей уже сказал свое слово, так что они должны были сохранить ему лицо. Старший Дан Бушующий Дракон 1, как творец третьего бедствия, почему, когда члена нашей семьи был опустили в грязь, ты стоял в стороне, не говоря ни слова. Холодно крикнул Су Юн Чжоу, внезапно посмотрев на старшего Дана Бушующего Дракона. Старший Дан Бушующий Дракон слегка прищурился и усмехнулся. Какую хорошую вещь можно выкопать? Увидев двух учеников Императора Пилюль, стоящих друг против друга, все тактично расступились. Су Юн Чжоу вдруг рассмеялся и обратился к Нин Ци. Младший брат, редко можно увидеть, чтобы мой мастер высоко ценил кого-то. На этот раз в алхимическом наследии не разочаруй его. Я сделаю все, что в моих силах. Нин Ци был поражен, затем сложил руки и улыбнулся. Прежде чем он пришел в это место, он уже отправил послание Императору Сумеречных Ночей через своего мастера, Императора Бодхи, и рассказал ему все. Он явно знал, что для Юн Чжо наследие было чрезвычайно важным, но все же он произнес эти слова, ясно говоря, что готов поставить свою репутацию. Хорошо. День, когда откроется наследие алхимии, близок отдыхайте. Меня все еще ждет котел с пилюлями, так что мне нужно спешить обратно и позаботиться о нем. Су Юн Чжо рассмеялся, но прежде чем уйти, он вдруг посмотрел на башню разума. Странный взгляд промелькнул в его глазах, и он пробормотал. С этой башней что-то не так. После того, как Су Юн Чжо ушел, все посмотрели на Нин Ци в совершенно другом свете, все они дружелюбно кивнули в сторону Нин Ци. Хэйшуй спрятался в толпе, опустив голову и о чем-то думая. Взгляд Нин Ци упал на далекого практика горного племени, и он равнодушно сказал, «Ты должен выполнить свою часть». Практик горного племени стиснул зубы, глядя на Нин Ци, а затем взревел. Гав, гав. Проревев некоторое время, необходимое для заваривания чашки чая, он наконец остановился, холодно фыркнул и проигнорировал Нин Ци. Он действительно это сделал. У всех были странные выражения на лицах. Многие сдерживали смех, чувствуя себя крайне неловко. Один, прим, переводчика. Старший Дан, в данном случае звание, ступень, поэтому перенесла в начало имени. Некоторые имена с Даном тоже незначительно изменятся, и остальные главы, конечно, исправятся постепенно к этому варианту. Глава 1456. Частицы силы Творца видя, что Нин Ци довел практика горного племени до такого жалкого состояния, Шэньбай вздохнул в своем сердце. Выражение его глаз, когда он смотрел на Нин Ци, немного отличалось от прежнего. Нин Ци рассмеялся, когда его глаза скользнули мимо старшего Дана Бушующего Дракона. Они только посмотрели друг на друга в течение нескольких вздохов времени, прежде чем он подошел к Шэньбаю и Гун Сун Цзэм. Брат Нин, ты действительно не раскрываешь все карты. Ты поднялся на десятый этаж башни так легко, что семь великих сект начали соперничать за тебя, с завистью сказал Шэньбай. Старший брат Шэнь до того, как оказался внутри, я сам не мог знать результат. Нин Ци рассмеялся, но в глубине души он все еще думал о том, что произошло внутри башни. Его практика действительно совершила прорыв. Значит, то, что сказал старик, было правдой, а то, что он сказал, было ложью. Были ли эти легендарные бессмертные его воспоминаниями, или они были настоящими фрагментами души? Тоже верно, Шэньбай улыбнулся и кивнул. Если раньше, когда он стоял лицом к лицу с Нин Ци, он все еще смотрел на него сверху вниз, то теперь этого больше не было, и он уже рассматривал Нин Ци как мишень, с которой он мог общаться на равных, или даже как к старшему. В конце концов, даже Сяуи и другие не могли добраться до десятого этажа, но Нин Ци это удалось. Почему бы тебе тоже не пойти, сказала Гон Сун Цзэюнь тихим голосом. Ладно, Шэньбай кивнул. С намеком на предвкушение на лице он вошел в башню. Вскоре пятый этаж башни разума загорелся и потемнел. На лице Гон Сун Цзэюнь отразилось удивление. Если он смог добраться до пятого этажа, это означало, что у Шэньбая был шанс совершить прорыв к творцу четвертого бедствия. Хотя это был не лучший результат, но все же он в бесчисленное количество раз лучше, чем четвертый этаж. Шэньбай вышел из башни разума. На его лице был намек на радость. Хотя он не смог стать таким же ошеломляющим, как Нин Ци, но возможность подняться на пятый этаж доказывала, что он талантлив. Вопрос между ним и Гон Сун Цзэюнь, безусловно, можно было решить. После этого Гон Сун Цзэюнь также приняла первый вызов и достигла шестого этажа, на один этаж выше, чем Шэньбай. Шэньбай не только не был обескуражен, но и очень гордился Гон Сун Цзэюнь. Кроме того, что время от времени он поглядывал на Нин Ци, глаза Чжаолана большую часть времени гуляли по телу Гон Сун Цзэюнь. Шэньбай и Гон Сун Цзэюнь также почувствовали это, и радость в их глазах немного померкла. Забавно, что Хэйшуй тоже вошел в башню разума, но потерпел неудачу, когда добрался до третьего этажа. Способность перейти с первого этажа на второй означала, что он обладал талантом Творца Первого Бедствия, со второго этажа на третий – талантом Творца Второго Бедствия. Таким образом, талант Хэйшуй был ограничен Творцом Второго Бедствия, а это означало, что в будущем он не сможет прорваться через нынешнее царство. Глядя на Хэйшуй, который был чрезвычайно уродлив и чье лицо стало пепельным, губы нинцы скривились в усмешке. Увидев это, Хэйшуй крепко сжал кулаки, желая убить нинцы на месте. Он улыбнулся уголками глаз, втайне радуясь в своем сердце. Все они обладали достаточными способностями, чтобы стать Творцами Третьего Бедствия, и если им повезет в будущем, они смогут основать свою собственную бессмертную династию и стать истинными бессмертными. За это время нинцы также несколько раз видел Су Юн Чжоу. Лично возглавляя группу людей, он поддерживал порядок в Сумеречном городе, так как здесь собралась большая группа практика, и в течение этого периода времени неизбежно возникнут некоторые конфликты. Если рядом не будет никого, чтобы подавить их, сцена станет очень уродливой. Это 10 практиков из Альянса ремесленников-кузнецов? Спросила Гун Сун Цзюн. Она, казалось, понимала происхождение здешних практиков, и однажды, когда нинцы болтал с Шэнь Байем, она вдруг посмотрела на 10 практиков, идущих вдалеке. Да, это они. Мы ни в коем случае не должны их провоцировать, сказала Гун Сун Цзюн с серьезным выражением лица. Шэнь Бай выглядел несколько заинтересованным. Я слышал, что мастер Альянса Совершенствования – очень могущественный человек в бессмертном городе Дайянь. Интересно, Гун Сун, ты что-то знаешь об этом? Я тоже мало что знаю, но уверена, что они находятся в тесной связи с бессмертным императором Дайяним. Тихим голосом ответила Гун Сун Цзюн. Сам не зная почему, нинцы внезапно подумала о маленьком осле, о котором говорил Сялю. Думая об этом, нинцы чувствовал, что ему нужно найти немного времени, чтобы расспросить Гун Сун Цзюни о других. Их действительно нельзя провоцировать, Шэнь Бай кивнул с серьезным выражением лица. Все алхимическое наследие вот-вот активируется, пожалуйста, приходите на заднюю гору Сумеречного Дана Меридиана. Внезапно над головами всех раздался голос Су Юн Чжоу. Его мог слышать весь Сумеречный город. Сумеречный Меридиан на задней части горы? Не дожидаясь сомнений нинцы, кто-то уже взял на себя инициативу улететь. Гун Сун Цзюнь тоже сразу же сказала. Идем, просто будем следовать за ними. Некоторые люди приходили сюда не один раз. Все трое немедленно последовали туда, вылетев из Сумеречного города в направлении гор. Этот полет занял всего несколько дней, и нинцы не использовал огненного феникса в течение 90 тысяч ли. В противном случае его скорость возросла бы во много раз, и он прикинул, что сможет добраться туда за то время, которое требуется, чтобы вскипятить чашку чая. В этом месте было много камней, которые были наполнены аурой огня. Некоторые из них были большими, некоторые – маленькими, некоторые – высотой в сотни метров, а другие – в десятки метров. Они образовали каменный лес, похожий на лабиринт. Нинцы и остальные достигли центра этого леса. Все стояли на земле, их взгляды остановились на каменной платформе в центре. В данный момент Су Юн Чжоу привел группу практиков, которые излучали слабую ауру Творца. Стоя там они как будто что-то считали. По истечению двух дней, прибыли почти все практики. Итак, почти все почти здесь. Не хватает нескольких практиков, которые слишком медлительны, я не собираюсь их ждать. На лице Су Юн Чжоу появилась улыбка. Некоторые люди не знают, что такое наследство меридиана пилюль, я повторюсь здесь. Все должны внимательно слушать. Многие тут же навострили уши. Кто знает, сколько десятков тысяч лет существует девять великих меридианов пилюль. Бесчисленные старшие алхимики умерли в этом месте, среди этих старших были даже несколько Творцов Девятого Бедствия. После их смерти остались частицы Творца. В этом меридиане, по словам моего мастера, 30 миллионов лет назад умер император пилюль-пожирающий дракон. Внутри у вас у всех будет шанс получить наследие этого старшего. Глава 1457. Открытие алхимического наследия император пилюль-пожирающий дракон. Неудивительно, что на этот раз он был так решительно настроен получить алхимическое наследие. Император пилюль-пожирающих драконов был основателем родословной старшего донабушующего дракона. Конечно, это лишь предположение, я не могу быть уверен, что это область творения, оставленная императором пилюль-пожирающим драконом. И еще кое-что, прошу внимания, существа, практика которых выше Творца Третьего Бедствия, вы не можете войти, если кто-то скрывает свою силу. Они могут уйти прямо сейчас, чтобы остальные потом не смотрели на вас сверху вниз, сказал Су Юнь Чжао, ухмыляясь. Как только он понизил голос, несколько фигур повернулись и ушли. Шэнь Бай был поражен. Неужели действительно кто-то спрятал свою силу и пришел сюда? Эти немногие ребята были очень сдержаны. Никто не мог сказать, что это были Творцы Четвертой Скорби. Некоторые из самых сильных воинов совершили прорыв до Творца Шестого Бедствия, так что это первый раз, когда они послали людей. Они не знали, что область Творца не впустит Творца Четвертого Бедствия, и даже если те захотят пробиться внутрь, это будет невозможно, поэтому они тайно послали Творца Четвертого Бедствия, планируя использовать это как преимущество, чтобы вырвать наследие алхимии, сказала Гун Сун Цзэюнь тихим голосом, полным насмешки. Вот оно как. Шэнь Бай вдруг кое-что понял. Я дам вам всем еще один шанс. Если вы не уйдете сейчас и вас обнаружат, то вы будете лишены возможности присоединиться к наследию алхимии в будущем, тихо сказал Су Юнь Чжо и слегка рассмеялся. Как только он это сказал, несколько смущенных людей развернулись и ушли. На этот раз никто не должен скрывать свой уровень развития. Еще через 4 часа мой мастер, император Сумеречных Ночей, лично придет, чтобы открыть алхимическое наследие, и напомнит вам, что это далеко не безопасное место. Может быть вы встретите кого-то более сильного, чем Творец Четвертого Бедствия или даже Творец Пятого Бедствия. Су Юнь Чжо рассмеялся, и его взгляд упал на Нинцы. Юноша был слегка поражен, если он не ошибся в своих догадках, то другая сторона явно напоминала лично ему об этом. Небесные мастера семи главных сект переглянулись, их взгляды выглядели провоцирующе. С другой стороны, их лидер Сяуи и остальные были все молчаливыми и серьезными. Если они смогут заполучить в свои руки наследие алхимии, это будет очень полезно для их расы. По сравнению с человеческой расой, многие практики других рас сильно отставали в до алхимии. Время шло минута за минутой. Нинцы посмотрел на Шень Бая, увидев, что тот сильно вспотел, юноша рассмеялся. Старший брат Шень, ты нервничаешь, как же нам не нервничать? Алхимическое наследие, посмотри на присутствующих практиков. Все творцы второго бедствия и даже творцы третьего бедствия. Если мы не будем осторожны, мы все умрем внутри. Шень Бай выдавил из себя улыбку. Гун Сун Цзинь, казалось, чувствовала себя так же, как и он. Она тоже немного нервничала. Напротив, именно Нинцы выглядел спокойным и собранным, что удивило их обоих. По их мнению, практика Нинцы была самой низкой из тысяч людей, хотя у него было преимущество в скорости. Сила оставалась его слабостью, как долго он сможет продержаться. Если он действительно столкнется лицом к лицу с творцом первого бедствия, у него определенно не будет никаких шансов на победу. Самое большое, что он сможет сделать, это спастись бегством, надеясь на удачу. Сила закона и сила творца были несравнимы. Брат Нин, ты не боишься? Удивился Шэнь Бай. Что изменится, если я буду бояться? Нинцы рассмеялся. И то верно. Вероятно, потому, что они чувствовали, что даже Нинцы, как практик проявления закона, на этот раз очень легко относился к наследию алхимии. Страх почти пропал. Они постепенно становились все менее и менее нервными после воздействия ауры Нинцы. Очень быстро, как раз когда эти четыре часа должны были пройти, фигура появилась в воздухе. Все взгляды были прикованы к этой фигуре, и на сцене Су Юнь Чжоу и другие поклонились, а когда эта фигура приземлилась на сцену, они заговорили в унисон. Отдаю дань уважения мастеру. Приветствуем вас, император сумеречных ночей. Другая сторона была одним из девяти великих императоров пилюль Альянса Алхимиков, и он также обладал уровнем бессмертного короля Творца Шестого Бедствия. Он отправил Су Юнь Чжоу на помощь Нинцы ранее. Император сумеречных ночей выглядел как мужчина средних лет. Его волосы небрежно рассыпались по плечам черно-белым прядями, хотя его внешность была обычной, но с каждым движением, которое он делал, от него исходила утонченная аура. Хотя на его лице играла приветливая улыбка, Нинцы чувствовал, что взгляд императора сумеречных ночей был ледяным. Уже почти пора. Я чувствую это волнение. Император сумеречных ночей, казалось, разговаривал сам с собой, но также было похоже на то, что он говорил со всеми. Внезапно несравненно мощная сила Творца хлынула из его тела, улотняясь в торнадо Ци. Император сумеречных ночей стоял прямо в центре торнадо. В этот момент в основании торнадо внезапно вспыхнули черные линии, и пространство раскололось. Вскоре одна из трещин в пространстве стала все больше и больше. Сяуи и все остальные стали максимально серьезными. Глядя на трещину в небе, они решили, что это должно быть и есть путь к владениям Творца, которые остались после смерти императора Пилюль-Пожирателя Дракона. «Быстрее входите!» Громко закричал Су Юн Чжоу. «Вшу-вшу-вшу!» Сяуи и остальные были самыми быстрыми, словно молнии. Они бросились к пространственному разлому. Другие также не хотели отставать на максимальной скорости, как будто они были достаточно быстры, чтобы захватить наследие алхимии. Первыми они вошли в пространственный разлом. Первыми были Сяуи и другие небесные мастера из семи главных сект, а также старший Дан Бушующий Дракон и десять практиков из Альянса Совершенствования. В это время они, наконец, раскрыли свою практику, все они были творцами третьего бедствия. Когда старший Дан Бушующий Дракон вошел в пространственный разлом, Нин Цип оказалось, что он повернул голову, чтобы взглянуть на него. Увидев его скорость, не быструю, не медленную, холодная улыбка мгновенно вспыхнула в глазах старшего Дана. Глава Нин, после того как мы войдем, все окажутся в разных местах. Возьми этот нефритовый лист, и мы сможем почувствовать друг друга. Ганг Сун Цзюнь на мгновение заколебалась, а затем бросила нефритовый лист Нин Ци. Увидев это, Нин Ци взял его и улыбнулась двоим, а затем все трое вошли в пространственный разлом. Это владение, оставленное императором пилюль пожирающим драконом, Нин Ци огляделся вокруг. Место, в котором он появился, было похоже на пустыню, где вообще ничего не было, оно было таким большим, что казалось безграничным. По сравнению с областью Творца Лияна, она была как песчинка по сравнению с горой. Гун Цзюнь была права. После того, как он вошел внутрь, его отправили в случайное место. Нефритовый лист, который она дала ему, казалось, не мог почувствовать их присутствие, потому что он был слишком далеко. Внезапно выражение лица Нин Ци изменилось, он сразу же взмыл в небо. В том месте, где он первоначально стоял, коготь вырвался из-под земли и устремился к Нин Ци. Глава 1458 Путаница Нин Ци находился в воздухе, холодно наблюдая за этой сценой. Владелец когтя напал на него из засады и, как предполагал Нин Ци, ни за что не отпустил бы его. Через три вздоха времени на земле внезапно образовалась дыра, и в облаках пыли появилась несравненно огромная фигура. Этот парень выглядел как человек, но его тело было чрезвычайно огромным, как у потомка Титана. Он холодно смотрел на Нин Ци. Ты остаток воли императора пилюль пожирающего дракона? С любопытством спросила Нин Ци. Он не знал, есть ли у другой стороны собственное сознание. Хи-хи-хи. Великан медленно выдохнул и, словно сломанные мехи, издал странный звук хихи. В следующее мгновение чрезвычайно мощная сила вырвалась из его тела, и в то же самое время он появился над головой Нин Ци с чрезвычайно быстрой скоростью. Эта Ци похожа на Су Юн Чжау. Она принадлежит творцу четвертого бедствия. Глаза Нин Ци сверкнули серьезностью. До того, как он совершил прорыв, у него была уверенность, что он может сразиться с творцом третьего бедствия, а после прорыва ему еще предстояло испытать свою боевую мощь, так что прямо сейчас был шанс это проверить. Девять ладоней Духовного Солнца. Тело Нин Ци расширилось до того же размера, что и у гиганта, с пощечиной, дух Ци вырвался наружу, столкнувшись с мощью противника. Бум! Раздался громкий звук. С этими двумя в центре, ужасающие ударные волны прокатились во всех направлениях. На земле появились трещины. Самая длинная из них растянулась на тысячи километров и была настолько глубокой, что дна не было видно. Глядя вниз с большой высоты, можно было подумать, что на земле появилась огромная паутина. Однако другая сторона, похоже, тоже чувствовала себя не очень хорошо. Его глаза постепенно стали настороженными, и даже на лице появился намек на удивление, как будто он никогда не видел никого, кто мог бы противостоять его атаке ладонью. М. Вообще никаких повреждений. К своему удивлению, Нинцы обнаружил, что на голове другого человека не было крови. На этот раз его ладонь встретилась с другой, и здоровье Нинцы упало на целых 50%. Хе-хе-хе. Снова издав странный звук, гигант бросился к Нинцы. Эти двое сражались с такой скоростью, что от своего первоначального местоположения они постепенно удалились на расстояние 10 тысяч ли, и куда бы они ни пошли, это было похоже на торнадо, будь то горы, реки или земля, все было разрушено. После прорыва к великой завершенности проявления закона, Нинцы, обладавший чрезвычайно ужасающей боевой силой, не мог справиться с ним, даже если хотел. Причиной было то, что у него не было никаких кровеносных сосудов, поэтому было неизвестно, как долго Нинцы сможет продержаться. Полмесяца спустя, эта область радиусом в миллионы миль почти превратилась в поле битвы между ними двумя. Нинцы наконец заметил, что сила гиганта, казалось, ослабевает. Юноша подозревал, что ему даже не нужно было использовать область творца, у него уже были средства создать что-то, потому что это место само было принадлежало силе творца, оставленной императором пилюль. Если этот гигант был сформирован из остатков сознания императора пилюль пожирающего дракона, то он мог контролировать всю эту землю, как хотел. Возможно, именно по этой причине Су Юн Чжау предупредил всех быть осторожными. Даже если бы Сяу Е, Куан Лун, Старший Дан и остальные были творцами третьего бедствия, они, вероятно, не смогли бы использовать свою силу творца здесь, потому что они были в более сильной области. Если они сразятся с демонами, сформированными остатками сознания императора пилюль, то окажутся в невыгодном положении в его владениях. Рев гигант внезапно ударил кулаком в сторону Нинцы, и в процессе этого температура внезапно упала на бесчисленное количество градусов. Окружающая местность замерзла с ужасающей скоростью, которую можно было увидеть невооруженным глазом. Менее чем за мгновение места, все, что видел Нинцы, стало снежной землей. Эта нить ужасающей холодной энергии не могла запечатать скорость Нинцы, но она заставила его двигаться в несколько раз медленнее, чем раньше. Другая сторона явно хотела, чтобы Нинцы прекратил использовать техники уклонения и сразился насмерть. 90 тысяч миль в мгновение ока Нинцы, наконец, показал свою истинную скорость, и в то же время извивающийся жезл дракона появился в его руках. В мгновение ока он увернулся от удара гиганта и появился позади него. Пуф! Его голова взорвалась, а маленький мозг вылетел с фонтаном крови. Это выглядело очень реалистично. Потерявший мозг великан медленно опустился на колени и с громким стуком тяжело рухнул на землю. Его тело превратилось в пятнышки звездного света, рассеивающиеся вместе с ветром. Поток белого света ворвался в тело Нинцы. Удобно, словно окунувшись в теплую воду, Нинцы испустил долгий вздох облегчения. В этой битве он сделал несколько выводов, когда он был с пустыми руками, Независимо от того, сколько раз он ударил своего противника, его противник все еще остался жив, как дракон и как тигр. После долгой борьбы состояние его противника немного ухудшилось, но из-за этого мира бесформенные кровеносные сосуды его противника определенно постоянно восстанавливались. В конце концов, причина, по которой он смог убить противника ударом своего посоха, заключалась в том, что извивающийся жезл дракона имел особый эффект разрушения всего на своем пути. Интересно, высока или низкосила этого парня как творца четвертого бедствия. Получается, если я использую извивающийся жезл дракона, я смогу сражаться с творцом четвертого бедствия. Точнее, если я достану его, то буду на шаг впереди. Нет, хотя он и мог немного контролировать это место, он определенно был не единственным, кто обладает остаточной волей императора Пилюль, так что он мог контролировать не более 1% этой области. Может быть, даже 1 тысячной его силы и меньше 10 тысяч его силы. Если бы это был настоящий творец четвертого бедствия, то не было бы так легко найти его истинное тело. Нинцы дотронулся до подбородка и с серьезным выражением лица подумал, что есть разница между остаточной волей и настоящим творцом, и их техникам чего-то не хватает. Если бы это были те настоящие творцы четвертого бедствия, которые обладали телепортационными способностями в своих творениях, в сочетании с их сильным интеллектом, Нинцы смог бы либо прорваться через область творца, либо ему было бы нелегко победить. Однако, если бы противник хотел победить Нинцы, это было бы нелегкой задачей. Несмотря ни на что, по крайней мере в пределах владений творца императора Пилюль, Сяуи и другие не могли сравниться с Нинцы. Это наследие алхимии, я хочу его. Уголок рта Нинцы слегка приподнялся, и он небрежно выбрал направление для полета. Глава 1459. Фрагмент Пилюли Даа прошел еще один месяц, и Нинцы пробыл в этом месте уже несколько месяцев. Кроме демона, которого он встретил с остатками императора Пилюль, и это был всего лишь кусочек его души, он не встречал других практиков, пришедших с ним. Если бы он был на пике своего развития, разве эта область творца не была бы такой же большой, как таинственная страна чудес? Но кроме гиганта, которого он встретил в самом начале, среди демонов, которых Нинцы встретил позже, самый сильный был лишь творцом третьего бедствия. Большинство из них были творцами первого бедствия и творцами второго бедствия. Однажды, когда Нинцы нашел долину, он внезапно обнаружил человека из Альянса Алхимиков, преследуемого несколькими иностранными практиками ЦИ. Первый был творцом первого бедствия, и те, кто гнался за ним, также были творцами первого бедствия. Вот только там было три человека, и глава, за которым гнались, в настоящее время находился в очень плачевном состоянии, с ранами по всему телу и следами усталости на лице. Было очевидно, что он бежал очень долго. В тот момент, когда он увидел Нинцы, выражение его лица сильно изменилось, и он немедленно послал ему звуковое послание. Скорее, беги из этого места. Нинцы был обычным практиком проявления закона. Если бы он ему не помог, то их обоих убили бы иностранные практики. Они были главами командования Альянса Алхимиков, поэтому он должен предупредить. Однако, как только он закончил посылать свое звуковое послание, десятки аур появились за пределами долины. Нинцы не видел ни одного человека в течение нескольких месяцев, а теперь он видел десятки людей. Удун, отдай мне фрагмент пилюли Даа, который ты утащил. Десятки людей окружили Нинцы и Удуна. Среди этих людей были практики раз драконов, демонов и клана призраков. Однако среди них не было практиков людей. Фрагмент пилюли Даа Нинцы была слегка поражен. Ты осмеливаешься напасть на нас, разве ты не боишься, что наш Альянс Алхимиков придет, чтобы отомстить. Лоб Удуна покрылся холодным потом, так как ему грозила опасность. Хотя самое ценное здесь, это алхимическое наследство, но для нас фрагмент пилюли Даа тоже хорошая вещь. Если ты отдашь мне фрагменты пилюли Даа, я, естественно, позволю тебе уйти, с улыбкой сказал практик драконов с самой плотной аурой. Хорошо, я отдам тебе фрагмент пилюли. Удун стиснул зубы и неохотно вынул светло-красный драгоценный камень из своего кольца хранения. Юноша подбросил драгоценный камень в воздух, и, держась за Нинцы, он приготовился бежать. Практик драконов взял на себя инициативу и схватил светло-красный драгоценный камень. Ты отказываешься от своего слова. Подавленный десятками аур, Удун не осмеливался действовать опрометчиво и мог только сердито смотреть на практиков драконов. Кто просил твоей Альянс Алхимиков быть таким могущественным? Если мы не избавимся от вас двоих сегодня, то в будущем нас точно побьют те, кто стоит за вами. Практик драконов усмехнулся. Затем его взгляд остановился на Нинцы, и в его глазах промелькнуло сомнение. Каждый мог видеть талант Нинцы со стороны. Он был тем, кто достиг десятого этажа башни разума. Если он умрет, Альянс Алхимиков не пустит это дело на самотек. Вот только сегодня сложилась ситуация, когда выжить сможет только одна сторона. Остальные практики, казалось, тоже были обеспокоены этим, но все они смотрели на практиков драконов. Помолчав несколько мгновений, они холодно закричали. Убейте их всех. Убить. Десятки сильных намерений убийства собрались вместе, заставляя Удуна немедленно вспотеть. Выражение нежелания умирать появилось в его глазах, но в следующий момент он посмотрел на практиков дракона с разинутым ртом. Нет, он смотрел на Нинцы, который стоял перед ним. Такая скорость. Прежде чем практик успел что-то сделать, Нинцы ударил его ладонью по голове и воспользовалась случаем, чтобы взять светло-красный драгоценный камень из его рук. Он внимательно посмотрел на него, как будто ему было наплевать на дюжину других чужестранных захватчиков. Что же касается десятков остальных захватчиков, то они были совершенно ошеломлены, когда уставились на труп практика драконов, который тяжело упал на землю, а затем посмотрели на Нинцы, и на их лицах появилось выражение недоверия. Один практик проявления закона был способен мгновенно убить самого могущественного из них, творца первого бедствия. Как такое возможно? Но потом они подумали о том, что Нинцы прошел десятый этаж, и все догадались, что Нинцы скрывает свою практику. Увидев эту сцену, лицо Удуна сменилось от шока до экстаза, как будто он только что пережил катастрофу. Системное сообщение Фрагмент пилюли ДАА При употреблении можно получить случайные формулы пилюль, полные или неполные. Внезапно раздался сигнал оповещения системы. Нинцы был поражен, затем он рассмеялся и бросил красный драгоценный камень в рот, после чего проглотил его, и новая пилюля немедленно появилась в его уме. Это была целебная пилюля восьмого уровня, святая целебная пилюля. Десятки практиков, включая Удуна, беспомощно смотрели, как Нинцы проглатывает фрагмент пилюли ДАА. Он же не мог подумать, что сможет получить формулу пилюли внутри, просто проглотив ее, верно? Если бы все было так просто, Удуну не пришлось бы так долго бежать. Хотя фрагменты пилюли не могли сравниться с наследием алхимии, они все еще были остатками мертвого императора пилюль. Если он хотел получить формулы пилюль внутри, он должен был использовать свою духовную волю, чтобы насильно извлечь ее. Удун, что касается этих парней, мы должны убить их. Нинцы слегка улыбнулся. Удун был поражен, затем одним движением он появился рядом с Нинцы и зловеще рассмеялся. Глава Нин, я не видел, чтобы ты ранее скрывал свою силу, и поскольку эта группа практиков хотела убить лидеров нашего альянса алхимиков, то им больше нет необходимости жить. В любом случае, после того, как мы покинем это место, мы пойдем искать их расу и убивать их всех, сколько душе угодно. Выражение лиц десятков чужеземных практиков изменилось. Первоначально их боевое намерение было немного ослаблено смертью практика драконов, но теперь оно было еще больше подавлено Удуну. Удун на мгновение вздрогнул, и выражение его лица стало уродливым. Нам надо работать сообща и убить этих двоих. Если они не умрут сегодня, у нас будут большие неприятности в будущем. Ладно, как раз в тот момент, когда практики были готовы сражаться насмерть с Нинцей и Удуном, две ауры прорезали небо, сопровождаемые сотрясающим землю диким смехом. Ха-ха-ха. Муравей, я не ожидал встретить тебя здесь, и теперь ты научишься лаять, как собака. Две сильные фигуры появились перед десятками практиков и уставились на Нинцы. Практик горного племени. С другой стороны, Удуна, который думал, что победа была в его руках, цвет лица медленно поблек, и он стал чрезвычайно бледным. Эти двое, творцы третьего бедствия. Муравьи, на колене, учись лаять. Практик горного племени, проигравший пари Нинцы, посмотрел на юношу, и на его лице появилась зловещая улыбка. Глава 1460. Мы сдаемся, мы сдаемся. Вы двое, у него есть фрагмент пилюли даа, заговорил чужеземной практике. А, фрагмент пилюли даа, у двух практиков горного племени сразу же появились жадные взгляды, они были вне себя от радости. Наш альянс алхимиков и клан горных зверей иногда заключают сделки, и, учитывая эти отношения, если есть какие-то обиды, почему бы нам не пойти и не уладить их? Проваливай. Я хочу разобраться с ним, это не имеет никакого отношения к тебе, и мы не будем убивать тебя. Практик горного племени, который некоторое время назад лаял, как собака, тут же закричал в гневе. Услышав это, лицо у Дуна побелело, казалось, что на этот раз выхода нет. Думая об этом, он горько рассмеялся над Нинцы, который обладал способностями, чтобы стать творцом пятого бедствия. Если он умрет здесь, будет действительно жаль. Когда окружающие практики услышали это, их глаза вспыхнули презрением. У расы горных зверей действительно не было мозгов. Если они хотели убить их, то, естественно, должны были бы убить их всех, как они могли оставить улики. Однако они не испугались. До тех пор, пока клан горных зверей интересует Нинцы, они смогут позаботиться о нем одним ударом. Поторопись и научись лаять для своего старшего. Практик горного племени не мог дождаться, чтобы отомстить за Нинцы. Нинцы посмотрел на них со слабой улыбкой. Если бы он не совершил прорыв, он все еще мог бы бояться двух творцов третьего бедствия, работающих сообща. Я дам вам двоим шанс. Исполни для меня еще несколько собачьих лайв. Если твой лай будет приятен для слуха, я не убью тебя сегодня. Если твой лай будет неприятен, я отправлю вас обоих во свояси. Что ты думаешь? Нинцы улыбнулся. Шипение. Все втянули в себя холодный воздух. Это всего лишь практик проявлений закона, и все же она осмелился угрожать двум практикам творцам третьего бедствия. Может ли быть? Выражение лица Удона слегка дрогнуло. Он сразу же повернулся, чтобы посмотреть на Нинцы. Его сердце было встревожено и неуверенно. Может быть, уровень практики, который он скрывал, не так низок, как то, что все только что видели. Черт тебя побери. Иди к черту. Два практика горного племени взревели. В этот момент они превратились в двух огромных зверей, которые были более трехсот метров высотой, покрытые черным мехом, с острыми когтями. Они прямо набросились на Нинцы. В глазах Нинцы появилось насмешливое выражение. В этом месте Творец внешнего мира не мог даже использовать свою область Творца, как с такими техниками они хотели убить его. Опять, он слишком наивен. В мгновение ока все увидели, как тело Нинцы расширяется вместе с ветром, становясь сравнимым с двумя практиками горного племени, и в то же самое время их острые когти врезались в грудь Нинцы. Хэм, что происходит? Два практика горного племени показали потрясенные выражения, потому что они поняли, что их атака на самом деле не смогла сломать слой таинственной силы на теле Нинцы. Бессмертный дух Ци поднялся перед его грудью, блокируя атаку противника. Нинцы равнодушно посмотрел на них и заговорил с улыбкой. Теперь моя очередь, верно? Еще до того, как его голос затих, Нинцы уже схватил их за руки и ударил друг о друга. Эта сцена заставила Удуна остолбенеть. Бум, бум, бум. Слабая улыбка появилась на лице Нинцы, когда он непрерывно размахивал руками, оставляя остаточные изображения и безумно избивая двух практиков горного племени. Десятки практиков вокруг глубоко вздохнули и потрясенно посмотрели на Нинцы. Два творца третьего бедствия, которые славились своей силой, на самом деле не смогли сломить защиту своего противника и были избиты им. Этот парень, какое же у него бедствие? Разве не говорили, что творец четвертого бедствия не может войти в это место? Даже Сяуи из секты шести путей реинкарнации не смог бы избить двух практиков горного племени одновременно, верно? Пробормотал себе под нос какой-то парень. Увидев картину целиком, они смотрели на Нинцы все более и более испуганно. Такой, такой сильный. Удун смотрел на Нинцы с широко открытым ртом. Ты хочешь научиться лаять, как собака? Бум! Несколько больших гор уже были сровнены с землей Нинцы, размахивающего двумя практиками горного племени. Хотя они были дезориентированы ударом, они все еще издавали рев нежелания и ярости и совершенно не собирались опускать головы перед Нинцы. В это время все находившиеся поблизости чужеземные практики отреагировали и не осмелились смотреть дальше. Однако, прежде чем практики смогли скрыться, они почувствовали ветер, дующий позади их голов. Они повернули головы в шоке, только чтобы увидеть, как Нинцы используют практиков горного племени в качестве оружия. Направив их в полет прямо на них «АААААААААААААААААААА!» С леденящим кровь криком несколько творцов первого бедствия были убиты на месте. Когда остальные увидели это, их сердца наполнились страхом, и они отчаянно увеличили скорость, их головы промокли от пота. Однако, по сравнению с Нинцы, их скорость была слишком низкой. УДУН увидел, что Нинцы был похож на молнию, стреляющую во все стороны куда бы он не пошел несколько практиков тут же умирали эта скорость это сила откуда же взялся этот главанин старший дан бушующий дракон все еще хочет соперничать с ним разве это не ухаживание за смертью пробормотал себе под носу дун не успела закипеть чашка чая как нинцы снова оказался перед удуном удун увидел что два практика горного племени перед ним были изрешечены шрамами и их ауры слабо текли в объятия нинцы теперь вы передумали нинцы держал их за шею смеялся нет ни за что они оба свирепо смотрели на нинцы их глаза были наполнены непреклонной аурой тогда я буду избивать вас пока не передумаете нинцы слегка рассмеялся три дня пролетели в мгновение ока удун молча парил в воздухе глядя на практиков горного племени чье развитие упала от творца третьего бедствия до творца второго бедствия он почувствовал холодок по спине вполне возможно что десятки тысяч лет их совершенствования пошли на смарку прошло еще три дня ауры двух практиков горного племени были на грани падения до творца первого бедствия мы передумали мы передумали перестань нас бить они оба умоляли уже сдались у нас еще есть время к чему такая спешка нинцы слегка рассмеялся гнев тут же появился на их лицах мы уже сдались чего ты еще хочешь конечно же продолжать сражаться прошло полмесяца и когда оба практика расы горных зверей с отчаянием обнаружили что их сила опустилась до творца первого бедствия и что они в любой момент потеряют свою силу в их сердцах поднялось бесконечное сожаление если бы они знали что это произойдет им не пришлось бы проходить через столько боли чтобы просто сдаться и подчиниться теперь когда они были в таком состоянии даже если другая сторона не убьет их им понадобится десятки тысяч или даже сотни тысяч лет чтобы восстановить свое совершенствование глава 1 1461 слуги не надо не надо больше нас бить если ты будешь продолжать бить нас то мы сломаемся когда два практика горного племени увидели нинцы идущего к ним они были так напуганы что начали дрожать видя это на лице у дуна появилось выражение жалости практики горного племени которых другие считали чудовищами и которых не осмеливались обидеть теперь были похожи на двух диких собак которые виляли хвостами умоляя нинцы я не собираюсь бить вас ребята теперь вы уверены нинцы рассмеялся да да они оба кивнули тогда запомните в будущем вы будете моими слугами если я сказал идти на восток то вы не можете идти на запад понимаете нинцы слабо рассмеялся слуги достойный практик горного племени слуга человека они оба на мгновение заколебались но в конце концов нинцы дважды пнул их ногой и они чуть не потеряли свое совершенствование на месте они были так напуганы что их души покинули тела и они сразу же закивали хорошо хорошо мы будем твоими слугами и мы мы мне все равно как звали вас раньше теперь тебя зовут шани а тебя зовут шанер вы меня поняли нинцы слегка рассмеялся глядя на практика горного племени с которым он когда-то заключил пари и сказал ты теперь шани один меня зовут шани но я же младший брат шани немного колебался но в конце концов нинцы не ударил его вместо этого его пнул шанер шани и шанер приветствуют вас господин они оба вернулись в свои человеческие формы и поклонились их первоначальная внешность не была видна но с их практикой такие поверхностные раны можно было очень быстро восстановить ключевым моментом были их внутренние повреждения если бы у них не было никаких целебных пилюль потребовалось бы много времени чтобы восстановиться и они оба не знали сколько времени потребуется их силе чтобы вернуться на прежний уровень таким образом хотя они подчинились устно они все еще питали ненависть к нинцы в своих сердцах но не осмеливались показать это нинцы прекрасно понимал это ему просто было все равно действительно ли они оба передумали юноша планировал собрать как можно больше людей пока находится в этом месте как только они покинут это место если они оба будут хорошо работать он отпустит их а если они будут плохо работать то он решит все одним ударом с боевой силой нинцы император сумеречных ночей определенно будет к нему благосклонен неужели их покровитель король горных зверей действительно осмелится прийти в сумеречный меридиан чтобы причинить им неприятности поздравляю главу не на у дуна наконец-то появилась возможность пожать ему руки и поздравить нинцы в чем дело нинцы рассмеялся и покачал головой чувствуя себя несколько смущенным но быстро успокоился прямо сейчас боевая мощь нинцы была чрезвычайно ужасающий он должен был относиться к нинцы как к старшему дану дракона или даже как к кому-то на том же уровне что и сую джоу поэтому он не смел оскорблять его наследие алхимии еще не было замечено это место такое большое как будто ищешь иголку в стоге сена его так трудно найти нинцы вздохнул у дун засмеялся каждый раз когда наследие алхимии открывается поиски занимали десятки лет были даже случаи когда поиски заняли больше 100 лет но наследие так и не было получено когда разлом закрылся похоже что даже если я найду место и войду туда я не обязательно смогу получить наследие алхимии нинцы рассмеялся глава нин не знает что большинство людей здесь из-за фрагментов пилюли да но ты уже получил довольно много сказал у дун со странным выражением лица фрагмент пилюли да изначально принадлежал ему но в конце концов им воспользовалась нинцы однако без нинцы смог ли бы он выжить сейчас было вопросом а я просто говорил что тысячи людей пришли чтобы украсть наследие алхимии нинцы вдруг рассмеялся глава нин в каком направлении нам теперь двигаться у дун тоже залился смехом мы отправимся в случайном направлении с надеждой на свою удачу вот туда нинцы указал в случайном направлении в конце концов он указал в правильном направлении и после полета на десятки тысяч миль четверо обнаружили что местность перед ними стала чрезвычайно оживленной по крайней мере несколько сотен практиков сражались в хаотической битве и они казалось разделились на два лагеря один из которых возглавлял юв инсекты внутреннего демона а в другом были жаланы другие там должен появиться фрагмент пилюли да сказал у дун несколько обиженно если бы он оказался в подобной ситуации то не смог бы продержаться и одного движения и был бы мгновенно убит взглянув на ситуацию с этой точки зрения он решил что ему повезло я думаю что там больше чем один фрагмент пилюли да нинцы остановился и некоторое время всматривался прежде чем громко рассмеяться глава нин что ты хочешь этим сказать у дун был несколько удивлен посмотри на эти места разве те кто нападают не более жестокие нинцы улыбнулся и несколько раз кивнул в местах на которые он указывал были небесные мастера секты внутреннего демона и демонической радости по сравнению с другими местами на площади эти семь человек казалось получили больше внимания секта внутреннего демона и секта демонической радости казалось хотели вырвать друг у друга фрагменты пилюли да в то время как оставшиеся чужеземные и человеческие практики казалось приняли какое-то неизвестное условие помогая обеим сторонам джалан я избавлюсь от тебя сегодня же юфын зарычал с ним в центре десятки практиков которые были рядом с центром упали на землю без всякого предупреждения в то время как джалан который был перед ним имел чрезвычайно торжественное выражение лица шепот демона безграничная энергия творца хлынула из тела джалана и защитила его у дун шани шанер были рядом с нинцы первый имел низкую практику будучи лишь творцом первого бедствия а последние двое все еще выздоравливали их практика упала до творцов первого бедствия и после того как они услышали рев юфына их глаза расширились и они упали в обморок рухнув на землю это атака звуковой волны ци божества двух ушей нинцы поднялась изолировав последствия атаки юфына после чего юноша протянул руку и схватил их троих взрыв бессмертной ци вырвался из его тела заставив всех троих мгновенно прийти в себя они посмотрели на юфына с затяжным страхом а секте внутреннего демона поговаривают что если практика человека достаточно высока то всего лишь одним приказом сотни миллиардов жизней в бессмертной империи будут похоронены сказал у дун с бледным лицом нинцы некоторое время думал и решил что фрагмент пилюли дани является его целью если он начнет действовать сейчас то оскорбит две великие высшие секты для нинцы который искал ван мутин и фэн цзю синяя это было невыгодно если он хотел сделать свой ход ему надо убить этого человека при условии что других людей рядом не будет подумав об этом нинцы усмехнулся пойдем спрячемся подальше и подождем пока они закончат глава нин ты не собираешься действовать у дун был поражен нинцы лишь улыбнулся и ничего ему не ответил если он действительно хотел действовать то не было нужды торопиться юноша решил подождать пока обе стороны определяться с победителем прежде чем действовать так он хотя бы оскорбит только одну сторону все четверо нашли угол который не был затронут битвой и остановились вскоре после этого они обнаружили еще несколько подлых фигур казалось они тоже ждали окончания битвы бум фигура внезапно упала с неба приземлившись недалеко от не но и шиньбай выпал с из ямы в жалком состоянии сердито глядя в небо один прим переводчика шанета гора и цифра 1 цифра 2 и он младшего брата назвал первый горный дикий а старшего вторым я так понимаю это унижение шани шанер глава 1462 я выбираю третий нинцы проследил за взглядом шиньбая и увидела что гун сунь цзэюнь сражается с творцом второго бедствия гун сунь цзэюнь казалось не могла сравниться с ним и ее тело пребывало в плачевном состоянии что же касается творца который сражался против гун сунь цзэюнь то нинцы тоже был с ним знаком если он правильно помнил то это должен быть младший брат джаолана один из десяти небесных мастеров секты демонической радости в мгновение ока они вдвоем отлетели на расстояние в то время как шиньбай с тревогой рванулся по воздуху чтобы догнать их он даже не видел нинцы который был в 30 метрах от него вы ребята подождите здесь я сейчас вернусь нинцы рассмеялся с этими словами он полетел в направлении гун сунь цзэюнь и остальных увидев уходящего нинцы выражение лиц шани и шанера сразу же изменились они посмотрели друг на друга и были готовы сделать первый шаг у дун боялся попасть в засаду этих двоих он стоял на некотором расстоянии но чувствовал что эти двое хотят убежать поэтому усмехнулся если император сумеречных ночей лично не откроет туннель во внешний мир им останется только ждать появление наследия алхимии или автоматического закрытия туннеля в противном случае не было никакого способа покинуть это место если эти двое хотели убежать им придется прятаться это было равносильно смерти личин тянь предок моей семьи гун сунь еще не умер от старости а ты осмеливаешься действовать беззаботно после бегства более чем на 10 тысяч ли гун сунь цзэюнь внезапно ударили в спину и она тяжело упала на землю пыль поднялась с земли и появился гигантский кратер можно было себе представить сколько сил использовал личин тянь который гнался за гун сунь цзэюнь но такого ранения было недостаточно чтобы убить девушки гун сунь я недавно при тренировке столкнулся с барьером я слышал что у тебя есть бессмертное тело пустоты так почему бы нам не практиковаться вместе если ты согласишься я сохраню тебе жизнь что же касается мастера твоей семьи гун сунь хихи осмелится ли он прийти в секту демонической радости чтобы доставить мне проблем личин тянь слабо улыбнулся глядя на гун сунь цзэюнь и в его глазах мелькнула искорка похоти только в твоих снах гун сунь цзэюнь была невероятно зла только несколько человек знали что она обладает бессмертным телом пустоты и только люди в ее семье знали об этом неудивительно что джаолан был так внимателен к ней оказалось что ее секреты просочились наружу в одно мгновение перед ее мысленным взором промелькнуло несколько лиц но она не была уверена кто именно раскрыл ее тайну тогда не вини меня за то что я заставляю себя это делать личин тянь зловеще рассмеялся ты должна была слышать о технике совершенствования моей секты демонической радости если ты откажешься сотрудничать это будет означать что вся твоя энергия ци будет истощена и ты умрешь с этими словами личин тянь полетел гун сунь цзэюнь стой шинь бай погнался за ним и взревел на лице гун сунь цзэюнь внезапно появилась тень надежды но когда она увидела что это был шинь бай то немедленно послала ему звуковое послание лучше уходи ты не ровня личин тяню всего лишь муравей личин тянь бросил презрительный взгляд на шинь бая обычный член царства луми не творец первого бедствия действительно смог получить благосклонность гун сунь цзэюнь что в нем было такого особенного юношу окружала злая аура и внешне он был привлекательнее окажись личин тянь на земле скорее всего его окружили бы толпы поклонниц с точки зрения практики он был творцом третьего бедствия находясь на том же уровне что и мастер шинь бая истинный бессмертный царство умень с точки зрения статуса личин тянь был одним из небесных мастеров секта демонической радости хотя он и не был высшим небесным мастером но на всем центральном континенте кроме семи великих сект все остальные должны были почтительно и уважительно принять его кто посмеет проявить к нему неуважение в мгновение ока он уже схватил шинь бая за шею безграничная сила творца мгновенно ограничила движение шинь бая ему оставалось только смотреть на личин тянь зловещим взглядом гун сунь цзэюнь как ты думаешь ты почувствуешь боль если я убью его сказал личин тянь ухмыляясь не надо не убивай его лицо гун сунь цзэюнь побледнела тогда почему бы тебе не служить мне как следует личин тянь рассмеялся сердце гун сунь цзэюнь было в смятении шинь баю оставалось только тупо смотреть у него даже не было сил говорить гун сунь с точки зрения внешности я не уступаю ему не так ли личин тянь рассмеялся с точки зрения уровня развития я в тысячу раз сильнее его с точки зрения происхождения этот человек еще более не сравним со мной в чем же он лучше меня в том что у него есть такой друг как я внезапно раздался голос все трое были ошеломлены в следующее мгновение личин тянь почувствовал как ужасающая сила хлынула из-за его спины и в то же самое время шинь бай в его руки был выхвачен кем-то другим точно так же как гун сун цзэюнь ранее личин тянь был похож на метеор когда тяжело врезался в землю одним взмахом с помощью бессмертной духовной энергии нинцы ограничения на теле шинь бая исчезли шинь бай посмотрел на нинцы с открытым ртом а затем сразу же подавил шок и сомнение в своем сердце быстро подбежав гон сун цзэю нет тщательно проверив ее раны гон сунь с тобой все в порядке я я в порядке я лишь получила некоторые внутренние повреждения и сила творения немного нестабильно тихо сказала гон сун цзэюнь но ее взгляд был прикован к нинцы ее прекрасные глаза были полны недоверия если зрение ее не обманывала практик проявления закона действительно смог отправить творца третьего бедствия в полет под внезапной атакой не слишком ли это шокирует бы брат нин какого уровня развития ты достиг ты ведь не практик проявления закона верно увидев что гон сун цзэюнь в порядке шинь бай наконец пришел в себя и посмотрел на нинцы со сложным выражением лица в своем шоке он забыл поблагодарить нинцы не дожидаясь пока нинцы заговорит личин тянь уже выполз из дыры в жалком состоянии в уголке его рта было немного крови и он смотрел на нинцы со зловещим взглядом это тот парень который добрался до 10 этажа он скрывает свой уровень в этот момент мысли личин теня сумбурно сменялись не говоря уже о практике проявления закона даже творцу второго бедствия было бы трудно незаметно напасть на него поэтому стало очевидно что боевая сила нинцы была на совершенно другом уровне ты хочешь стать врагом моей секты демонической радости ради них холодно крикнул личин тянь если я не ошибаюсь жалан не знает что ты здесь верно если он узнает о твоих действиях за его спиной как думаешь он станет мстить за тебя нинцы слегка рассмеялся это всего лишь женщина мой статус в секте ничуть не ниже чем у старшего брата джо почему меня должно волновать это у предоставлю вам два варианта первый вы покинете это место а второй вы станете врагами моей секты демонической радости холодно сказал личин тянь я выбираю третий вариант нинцы слегка улыбнулся глава 1463 уничтожен ты выбираешь 3 личин тянь был слегка удивлен гун сун цзэ и унишинь бай тоже были ошеломлены когда посмотрели на нинцы не зная что он имел в виду под этими словами ага я выбираю третий вариант нинцы рассмеялся его фигура замерцала и внезапно появилась перед личин тянем на лице личин тянь отразилось удивление что это было за скорость даже будучи творцом третьего бедствия он не смог уловить движения нинцы не дожидаясь его реакции нинцы уже ударил ладонью в грудь личин тянь девять ладоней духовного солнца неистовый дух цы мгновенно отправил личин теня в полет девять типов бессмертного пламени зажглись на его теле но личин тянь все еще был творцом третьего бедствия поэтому если нинцы не достанет извивающийся жезл дракона или духовный колокол девяти таинств у него не будет шанса убить личин тянь ты хочешь меня убить личин тянь держался за грудь когда сила творца непрерывно выходила наружу растворяя девять видов бессмертного пламени которые горели на его теле он посмотрел на нинцы с несравненно зловещим выражением и в его глазах промелькнуло недоверие этот парень сошел с ума как ты смеешь пытаться убить небесного мастера секты демонической радости все думали что нинцы преуспел в своей скрытной атаке но теперь казалось что нинцы хочет столкнуться лоб в лоб с личин тянем нинцы рассмеялся он не сказал ни слова и его фигура снова появилась перед личин тянем когда он использовал атаку ладонью в шух в шух в глазах гон сунь цзэ юнишэнь бая нынешний личин тянь был уже не творцом третьего бедствия а ребенком с ним постоянно играл сильный мужчина поскольку нинцы использовал всю свою силу при каждом ударе ладонью здоровье личин теня очень быстро угасало и его тело постепенно входило в ослабленное состояние когда личин тянь снова был отправлен в полет нинцы и разбил высокую гору он закричал в страхе не убивай меня я сделаю вид что сегодня ничего не произошло я поклянусь небесам черт возьми если бы это место не мешало создать область творца я бы не был в таком жалком состоянии подожди пока я выйду отсюда я обязательно убью этого ребенка личин тянь взревел в своем сердце не желая признавать поражение но внешне он выглядел так как будто подчинился он не выказывал никаких признаков высокомерия как будто нинцы его полностью победил вау шиньба и гонсунь зын вздохнули с облегчением они все еще были немного обеспокоены тем что это дело не закончится хорошо поскольку другая сторона была готова принести клятву небесам этот вопрос был решен их мнение о нинцы стало совершенно хаотичным особенно угон сунь зын в начале девушка даже не смотрела ему в глаза если бы не шиньба и она бы даже не заговорила с ним ци как только они подумали что все кончено в их глазах промелькнуло удивление потому что нинцы снова появился перед личин тянем и хлопнул его ладонью по голове практик творец третьего бедствия небесный мастер из секты демонической радости взорвался мгновенно труп потерявший свою жизнь был подобен воздушному змею потерявшему нить когда он потерял равновесие и тяжело рухнул на землю мертв он мертв лица шиньба и гон сунь зын побледнели взяв пространственное кольцо личин теня нинцы обвел взглядом содержимое и презрительно скривил губы как у небесного мастера секты демонической радости пространственное кольцо имело только духовный артефакт среднего класса и несколько монет у него даже не было никаких духовных трав или пилюль нинцы не подумал что поскольку обычные практики не имеют такой системы полученные ими ресурсы расходуются в первый же возможный момент видя что нинцы идет к ним шиньбай все еще испытывал какой-то затяжной страх брат нин ты убил личин теня если секта демонической радости узнает я боюсь увидев истинную боевую мощь нинцы шиньбай не осмелился назвать его младшим братом нином гон сунь зын внезапно поклонилась нинцы я благодарю молодого господина не на за помощь ты помог мне избавиться от этого извращенного человека только теперь шиньбай отреагировал и поспешно поблагодарил его если бы нинцы не появился сегодня что бы случилось с ним и гон сунь зын он даже представить себе не смел давайте по порядку здесь тысячи практиков а также бесчисленные демоны сформированные из остатков мысли императора пилюль секта демонической радости может и не узнать что именно я убил личин теня а вы двое ведь не можете быть настолько глупы чтобы сказать это сами верно сказала нинцы со слабой улыбкой нет конечно нет поспешно ответила пара конечно нинцы верил что они ничего не расскажут потому что если они это сделают то кроме нинцы который помог отомстить шиньбай и гон сунь зын также понесут ответственность за случившиеся нинцы повернулся и подошел к трупу личин теня взмахнув ладонью он превратил обезглавленный труп личин теня в груду пепла а затем он и шиньбай вернулись на поле боя у дун шани и шанер все еще стояли там и когда нинцы увидел что шани и шанер не убежали уголки его рта слегка приподнялись эти двое знали свое место они были не так глупы как казалось на первый взгляд жалан и юфын были примерно равны у обоих на теле были раны а на земле лежало более десяти тел чужеземных практиков по правде говоря никто не стал бы сражаться на смерть в такой битве как это и если они смогли умереть здесь то только потому что с самого начала попали в засаду своих врагов или потому что им слишком не повезло глава нин у дун сложил ладони вместе а затем посмотрел на гон сунь зыни шиньбая с улыбкой однако в своем сердце он задумался разве не этих двоих только что преследовал личин тянь из секта демонической радости если эти двое вернулись то что теперь с личин тянем у дун естественно оставил эти мысли при себе они глупо произнес их вслух нинцы улыбнулся и кивнул его взгляд остановился на юфын и джаолане они оба были в тупике их силы были на одном уровне если они действительно хотели определить победителя то это должна была быть битва не на жизнь а на смерть как жаль нинцы рассмеялся никто не знал что он чувствовал только сам нинцы понимал как и ожидалось юфын и джаолан сразу же достигли соглашения и оба поделились фрагментами пилюли да которые получили на этот раз если нинцы сделает шаг сейчас он оскорбит как секту демонической радости так и секту внутреннего демона вполне вероятно что даже люди с уровнем бессмертного короля не были бы так глупы в конце концов у обеих сект были творцы девятого бедствия в качестве поддержки хэм где личин тянь после того как битва закончилась обе стороны начали приводить в порядок свои мысли чтобы справиться с неизвестными опасностями впереди джаолан внезапно подумал о чем-то его взгляд скользнул мимо и остановился на теле гон сун цзин он видел как личин тянь начал действовать но битва с юфыном было более важной поэтому он решил не вмешиваться если гон сун цзин сейчас здесь то где личин тянь гон сун где младший брат ли джаолан внезапно появился перед нинцы пристально глядя на гон сун цзин глава 1464 подозреваемый шиньба и гон сун цзин были поражены почему эти два практика горного племени были здесь более того казалось что ауры на их телах стали намного слабее когда они услышали голос джаолана сердца шиньба и гон сун цзин дрогнули но выражение их лиц не изменилось личин тянь напал на меня без всякой причины интересно есть ли у старшего брата джао объяснение тихо сказала гон сун цзин юфыны окружающие практики переглянулись хе-хе гон сун должно быть шутит наверняка произошло какое-то недоразумение интересно куда подевался младший брат ли джаолан слегка улыбнулся как будто не видел ран на гон сун цзин и все еще спрашивала местонахождение личин теня в то же время в глазах джаолана мелькнуло подозрение личин тянь был творцом третьего бедствия поэтому напасть на гон сун цзин было легкой задачей но теперь то что гон сун цзин вернулась а он пропал это вызвало подозрение у людей джаолан был лидером группы практиков секты демонической радости на этот раз так что если младший брат умрет под его руководством он определенно будет наказан когда вернется в секту когда личин тянь пытался убить меня случайно был обнаружен фрагмент пилюли до его кто-то забрал и он погнался за ним холодно сказала гон сун цзин найден фрагмент пилюли до выражение лиц всех стало серьезным и несколько человек сразу ринулись в ту сторону куда ушел личин тянь включая юфы на джаолан поверил в это объяснение он не думал что угон сун цзинь шинь баю хватит сил убить личин теня младший брат с твоей силой ты здесь в большой опасности не хочешь войти в мою секту демонической радости я могу гарантировать что ты благополучно выберешься джаолан усмехнулся глядя на нинцы гон сун цзинь шинь бай удун шани шанер у всех пятерых были странные лица джаолан сказал что хочет защитить нинцы но на самом деле они знали что боевая мощь нинцы была намного выше чем у джаолана спасибо за твою доброту старший брат джа я думаю что альянс алхимиков меня полностью устраивает нинцы сложил ладони и рассмеялся ха-ха джаолан ухмыльнулся и кивнул а затем посмотрел на гон сун цзинь этот взгляд был чрезвычайно агрессивным как будто гон сун цзинь была раздета до гола и не дожидаясь пока шинь бай рассердится он уже улетел пролетев сотню метров джаолан вернулся удун и другие не боялись но шинь бай гон сун цзинь были шокированы как могло ваше совершенствование джаолан посмотрел на шанера и шани со странным выражением лица хэм они оба фыркнули но ничего не сказали выражение их лиц было уродливым джаолан рассмеялся но не стал возражать практик знал темперамент клана горных зверей но внезапно понял что ауры двух творцов третьего бедствия на самом деле стали такими слабыми и почувствовал что это было странно однако когда он подумал о том что это место было владением остаточных образов императора пилюли бесчисленных могущественных духов демонических существ он решил что они оба должно быть встретили какого-то великого демона и были тяжело ранены с насмешливой улыбкой джаолан развернулся и улетел на этот раз он не обернулся а шинь бай гон сун цзинь вздохнули с облегчением в данный момент кроме пары тяжело раненых котят и дюжины трупов или около того чужеземных практиков единственное что осталось позади это беспорядок от великой битвы все отправились в погоню за фрагментами пилюли да после слов гон сун цзинь глава нин может нам тоже пойти за ними сказал у дун с некоторым предвкушением нет необходимости это всего лишь фрагмент пилюли да почему бы нам не поискать где-нибудь в другом месте нинцы рассмеялся после этого шестеро выбрали другое направление в противоположной стороне от остальной группы на том месте где умерли чин тянь юфы ниджаолан парили в воздухе глядя на шрамы на земле и выражение их лиц было немного странным когда все летели в это место они не увидели никаких следов ли чин теня вместо этого они увидели некоторые следы битвы это яма имеет ауру гон сун цзинь она должна была образоваться от ее падения но юфын стоял у края ямы которую образовал ли чин тянь когда гон сун цзинь была ранена ранее и глубоко задумался затем его взгляд упал на боевые шрамы над которыми постарался нинцы и в ее глазах появилось серьезное выражение там наверху цели чин теня имея возможность сражаться подобным образом практик с которым он столкнулся должен быть не слабее чем я или ты сказал с мрачным лицом джаолан после того как проверил все боевые шрамы они оба одновременно о чем-то задумались если это так то ли чин тянь должен был оказаться в невыгодном положении гон сун цзинь врет джаолан усмехнулся его глаза наполнились убийственным намерением возможно это не так может быть было еще какая-то переменная о которой мы с тобой не знаем не забывай что остатки воли императора разбросаны по всему этому месту безразлично сказал юфын ты имеешь в виду возможно что внезапно появился великий демон или чин тянь был так жестоко избит великим демоном джаолан слегка нахмурился откуда мне знать я что вижу прошлое или будущее насмешливо сказал юфын если хочешь узнать подробности спроси гон сун цзинь еще раз позже если она лжет всегда найдутся какие-то нестыковки верно джаолан холодно кивнул внезапно группа парней разбежавшихся в поисках фрагментов пилюль да отчаянно бросилась к ним выражение лиц джаолана и юфына изменились но как раз в тот момент когда они собирались что-то сказать они развернулись и побежали сломя голову позади группы людей появился зверь который был более ста футов высотой у монстра было восемь лап а все его тело было покрыто черной броней что делало его чрезвычайно пугающим он очень быстро настигал их практик за которым гнались время от времени оборачивался и наносил удары мощная сила творца ударила в броню странного зверя но вызвала лишь всплеск искр за небесными мастерами из секта демонической радости гнался странный зверь практик успел издать только жалкий крик прежде чем его сожрали этот зверя определенно обладал силой творца четвертого бедствия иначе джалан и юфын не стали бы так быстро убегать даже не заботясь о младших братьях под своим командованием в этот момент они могли беспокоиться только о себе даже если все младшие братья умрут они не повернут головы чтобы помочь по сравнению с наказанием в секте их жизнь была гораздо важнее а джалан догоняет нас казалось все что-то почувствовали когда они обернулись лицо гонсун цзэйюн сразу же изменилась он что-то понял за ними охотиться безразлично сказала нинцы все были ошеломлены что вы замерли бежим крикнул нинцы и тут же улетела вдаль только тогда гонсун цзэйюн и остальные отреагировали и быстро последовали за ним глава 1465 город пожирающего дракона рев зверь с восемью лапами снова взревел его вопль сопровождался огромной волной пламени которая охватила тысячи футов и понеслась группе в одно мгновение практики которые бежали медленнее всех независимо от того были ли они творцами первого бедствия или творцами второго бедствия из долевой прежде чем умереть затем огромная волна пламени пронеслась мимо их тел и когда они появились снова все что осталось это пылающие кости это и есть сила царства творца все были охвачены паникой они использовали всевозможные запрещенные приемы не обращая внимание на жизненную силу чтобы увеличить текущую скорость вскоре гонсун цзэйюне остальные оказались последними это плохо лицо шиньба я посерила то что они были самыми медленными уже означало что они станут мишенью восьмилопого зверя хотя он не оборачивался он мог представить себе свирепый вид восьмилопого зверя а также волну жара позади себя видя это нинцы планировал не скрывать свою силу и позаботиться о странном звере но другая сторона внезапно остановилась встала на свое первоначальное место и холодно посмотрела на всех и не продолжая преследовать через два часа когда все были уверены что восьмилопый зверь не догонит их они остановились чтобы глубоко вздохнуть только нинцы выглядел спокойным и собранным джалан и юфын переглянулись но в глубине души они все больше интересовались техникой движения нинцы этот зверь только что сформировался из остатка воли императора пилюль он считается самым сильным здесь сказал шиньба и со страхом все еще затаившимся в его сердце гонсун цзин покачала головой и тихо сказала на этот раз это лишь остаток силы творца девятого бедствия внутри этой области самая сильная злоба которая может превратиться в великого демона должна иметь по крайней мере силу творца восьмого бедствия творец восьмого бедствия такая сильная шиньбай был потрясен тут нечему удивляться в своей области творения разве у тебя нет возможности создать творца первого бедствия но в конце концов это всего лишь иллюзия и они не могут покинуть это место и отправиться во внешний мир однако в настоящее время мы находимся в области творения и для нас это истина сказала гонсун цзин этот странный зверь только что внезапно перестал преследовать нас неужели мы ступили на территорию какого-то ужасного существа тихо сказал шиньбай даже если бы им пришлось сражаться с восьмилапым зверем они не смогли бы победить если существовал еще один великий демон созданный из обиды то они скорее всего умрут от первого же удара шиньбай был не единственным кто подумал об этой идее но почти все присутствующие практики успокоились посмотрев на джаолана и юфы на желая услышать их мысли у секты джаолана демонической радости кроме него было еще девять учеников один из них пропал без вести и только что троих съел восьмилапый зверь теперь если посчитать осталось только шесть учеников секта внутреннего демона была в несколько лучшем положении вместе с юфы нам у них было восемь человек еще двое только что погибли в погоне старший боевой брат что нам теперь делать оставшиеся мужчины и женщины практики секта демонической радости посмотрели на джаолана ученики секты внутреннего демона аналогично посмотрели на юфы на мы не можем повернуть назад если восьмилапый все еще там то даже объединив силы мы не сможем сразиться с ним осталось три направления в каком из них мы должны идти юфы как ты думаешь джаолан проанализировал все и посмотрел на юфы на я думаю что для всех будет лучше собраться вместе и выбрать направление для дальнейшего путешествия сказал юфы это имеет смысл все остальные считали что этот вариант осуществим в конце концов они вдвоем обсудили направление и направились на восток нинцы и остальные трое находились в задней части группы стараясь не высовываться через полмесяца ходьбы выражение лица одного из чужеземных практиков внезапно изменилась поколебавшись несколько мгновений он остановился и крикнул джаолану и остальным в 30 тысячах миль впереди есть город там есть город группа внезапно остановилась и подозрительно посмотрела на чужака нинцы понял что у другой стороны было три ученика самый большой в середине и два маленьких с обеих сторон глаза практика расы демонических глаз действительно хороши но ты уверен что видел город в 30 тысячах миль отсюда подозрительно спросил джаолан практик расы демонических глаз кивнул я уверен если бы я не боялся чего-то странного то пошел бы один когда все это услышали они сразу же поверили в его слова это место царство творения императора пилюль так как здесь есть город то он скорее всего будет сформирован из остатков его воли а внутри находится либо великий демон либо наследие алхимии спокойно сказал юфын так мы пойдем или нет джаолан немного колебался если это действительно был монстр то вспоминая восьмилопого зверя ранее он был немного не уверен идем вперед почему бы и нет разве не ради этого мы пришли юфын усмехнулся джаолан рассмеялся хорошо тогда пойдем и посмотрим нинцы увидел что шиньбай собирается сдвинуться из места он казалось не боялся существа в городе 30 тысяч милета не так уж далеко для практиков вскоре они уже стояли перед городскими воротами на воротах висела табличка с тремя словами табличка город пожирающего дракона город пожирающего дракона если я правильно помню когда император пилюль пожирающий дракон был еще жив он жил в городе пожирающего дракона настоящее алхимическое наследие вполне возможно находится внутри заговорил чужеземный практик тогда может быть вы все хотите заглянуть внутрь джаолан слабо улыбнулся и обвел взглядом толпу кроме творцов третьего бедствия которыми были он и юфын остальные были либо творцами второго бедствия либо творцами первого бедствия в этот момент несколько творцов были шокированы они не хотели чтобы с ними обращались как с приманками для исследования города один из них внезапно указал на нинцы и сказал этот человек практик проявления закона он должен пойти на разведку в этот город все посмотрели на нинцы как только удун хотел заговорить его остановило звуковое послание от нинцы выражение лица юноши слегка изменилось и он посмотрел на нинцы как будто ему что-то пришло в голову угу хорошо младший брат почему бы тебе не пойти и не осмотреться джаолан улыбнулся и кивнул юфын на мгновение заколебался но в конце концов ничего не сказал ну и что с того что он способный человек если он предпочел альянс алхимиков вместо его секты внутреннего демона хорошо но если там действительно есть алхимическое наследие то я не буду вежливым нинцы рассмеялся и направился прямо в город шиньба и гун сунь цзэюнь на мгновение заколебались прежде чем последовать за ним удун кинул взглядом гору и последовал их примеру какого хрена мы творим они переглянулись забудь об этом пойдем за ним мы не хотим чтобы он нашел повод убить нас но если что-то действительно должно произойти его боевая мощь невероятно даже если он встретит демона уровня творца четвертого бедствия он сможет противостоять ему после недолгого обсуждения шанер и шани тоже последовали за ними глава 1466 город демонов нинцы и остальные вошли в город группа парней позади них не собиралась следовать за ними по их мнению даже если город был выгоден не имело значения если они немного опоздают так как принятие наследия алхимии было нелегкой задачей потребуется по меньшей мере полтора года чтобы поглотить фрагменты пилюли кажется они исчезли джаолан медленно нахмурил брови группа из шести человек нинцы изначально все еще было в поле зрения каждого но в тот момент когда они вошли в город их фигуры внезапно исчезли нинцы и остальные трое ошеломленно смотрели на происходящее перед ними город был чрезвычайно оживленным шумным и с постоянным движением приходящих и уходящих практике перед ними казались очень реальными и они иногда оценивали нинцы и трех других ты это видела тупо спросил шиньбай видела гон сунь цзэн кивнула я тоже это видел дун не мог скрыть потрясение на своем лице мы тоже это видели шанеры шани по очереди посмотрели на нинцы похоже мы нашли нужное место уголок рта нинцы слегка приподнялся эти практики вероятно сформированы остатками воли императора пилюль но очень вероятно что они отличаются от тех что снаружи они не знают что являются всего лишь остатком мысли или что эта область творца игнорируя все это на самом деле нет большой разницы между нами и этими практиками гон сунь цзэн отправила звуковое послание если бы они знали лицо шиньбая побледнела у всех на лицах появилось уродливое выражение если этот город действительно был таким же процветающим как настоящий город пожирающего дракона то разве не появились бы миллионы демонов сформированных из остатков мысли императора пилюль если они осознают реальность то ни один из практиков вошедших в это место не сможет уйти живым нам просто нужно осмотреться и ничего не трогать давайте сначала посмотрим что здесь происходит напомнил нинцы все дружно закивали за городом они уже давно внутри но все еще нет новостей они мертвы или нет почему бы нам не пойти ли не посмотреть если действительно существует более великий демон то мы уже должны были сделать свой ход правильно почему совершенно нет никакой активности пошли многие из чужеземных практиков потеряли терпение от ожидания и в конце концов они почувствовали что нинцы и остальные были на 70 80 процентов в порядке поэтому они пошли к городским воротам жалан и юфын посмотрели друг на друга и две секты пошли вместе в молчаливом согласии городским воротам вскоре после этого все увидели ту же сцену что и нинцы и другие никто не осмеливался действовать опрометчиво это слишком страшно остатки воли императора пилюль фактически превратились в город демонов разве это не значит что в городе пожирающего дракона существовали творцы седьмого бедствия пробормотал себе под нос юфын как думаете кто там живет может быть сам император пилюль пожирающий дракона чужеземный практик указал на самое высокое здание в центре города когда все это услышали они ничего не сказали но выражение их лиц стало более серьезным мы должны быть осторожны ни с кем не разговаривать ничего не трогать слушайтесь приказов понятно передал джаолан юфын ранее уже предупредил их и все выразили свое понимание затем под предводительством джаолана и его группы они направились к центру города за городом вскоре после этого сяуи привел небесных мастеров секты шести путей реинкарнации и группу практиков людей к границам огромного города дуань мучун и остальные из секты девяти адских демонов прибыли вместе с ним после того как они вошли в город люди секты риньян секты боевых искусств и древнего храма цзюша пришли один за другим футзи сказала город пожирающего дракона вероятность появления внутри алхимического наследия очень высоко джань донлай спросил может быть мы войдем и посмотрим будда если я не попаду в ад то кто же попадет в ад сказал шит зижуй с этими словами он повел практиков древнего храма цзюша в огромный город за ними последовали футзи джань донлай и остальные вскоре старший дан бушующий дракон прибыл вместе с несколькими десятками людей из альянса алхимиков хришуй все это время следовал за старшим доном бушующим драконом на его тело было несколько ран практики альянса алхимиков хранили молчание они лишь равнодушно взглянули на старшего дона бушующего дракона прежде чем переглянуться этот был таким же как сяуи и остальные лидер альянса алхимиков он стоял на месте и смотрел на огромный город в течение более чем 10 вдохов времени прежде чем направиться к огромному городу город пожирающего дракона он был основателем своей родословной и что отличало его от всех остальных так это то что до того как он попал сюда он получил несколько конфиденциальных сведений его мастер сам император пилюль бодхи сказал ему что если он увидит город пожирающего дракона то есть большая вероятность что алхимическое наследие находится внутри давайте войдем остальные главы увидев это хотя и немного встревожились все же заинтересовались ситуации в городе может быть там и были какие-то фрагменты пилюль да но после секундного колебания они сразу же догнали старшего дона бушующего дракона это место если бы мы не знали что это остаточная область творца было бы невозможно сказать является ли это место реальным или поддельным сокрушался шиньбай осмотревшись они попытались поговорить с прохожими но в результате те смогли свободно отвечать на их вопросы эти прохожие похоже говорили правду я все еще не могу ослабить бдительность нинцы слегка рассмеялся гун сун цзин вдруг открыла рот и сказала скажи мне если это место настоящее то может быть основное тело императора пилюль тоже здесь все были поражены когда их глаза постепенно стали серьезными если остатки мысли императора пилюль превратятся в его собственное тело то алхимическое наследие вероятно будет в его собственных руках хотя это была всего лишь идея но была определенная вероятность что она окажется правдой ни один император пилюль не желал передавать свое полное алхимическое наследие пока не умрет если бы не то то наследие этого императора пилюль пожирающего дракона не оказалось бы настолько привлекательным было ясно что у его клана были некоторые важные формулы пилюль которые были утеряны со смертью императора пилюль как насчет того чтобы посмотреть там удун внезапно указал на самое высокое здание в центре города это должно быть пещера императора пилюль из прошлого раз уж мы здесь идем посмотрим пробормотал себе под нос нинцы все согласились и очень быстро они добрались до центра города стоя перед зданием они заметили что у ворот стоит двое практиков холодно поглядывая проходящих мимо людей когда они увидели нинцы и остальных их холодные взгляды остановились глава 1 1467 контрмеры когда эти два практика посмотрели на них шиньба и остальные почувствовали как по телам пробежали мурашки они не могли не сделать несколько шагов назад только гон сунь цзэй у не осталось стоять на прежнем месте с бледным лицом творец четвертого бедствия все были поражены два остаточных фрагмента воли на уровне творца четвертого бедствия охраняли дверь тогда насколько сильные воины были внутри здания внезапно удун и остальные потрясенно посмотрели на нинцы он подошел к двери сложил руки и рассмеялся вы двое я хотел бы встретиться с императором пилюль пожирающим драконом это возможно как ты можешь так небрежно просить о встрече с императором пилюль пожирающим драконом у вас есть именная карточка холодно спросил один из них как и ожидалось все посмотрели друг на друга гон сунь цзэй вероятно правильно догадалась что остатки воли императора пилюль превратились в его истинное тело и оно было в этом здании именная карточка но ее никогда не было нинцы улыбнулся если у тебя нет именной карточки то пожалуйста уходи они оба похолодели и посмотрели на нинцы с некоторым презрением один из них не мог удержаться от насмешки всего лишь практик проявления закона и все же ты хочешь получить аудиенции у императора пилюль пожирающего дракона поистине новорожденный теленок который не боится тигра ха ха нинцы не рассердился он повернулся и пошел обратно улыбнувшись шинь бою и остальным если я не ошибаюсь наследие алхимии должно быть внутри действительно есть большая вероятность но я боюсь что войти это нелегкая задача и даже если мы войдем мы не сможем получить наследие алхимии серьезно сказала гон сун цзин почему бы нам не осмотреться и не поискать есть ли здесь здесь какие-нибудь фрагменты пилюли до поскольку это город пожирающего дракона в прошлом здесь было несколько знаменитых алхимиков возможно мы сможем получить от них какие-то фрагменты пилюли до предположил удун как только он закончил говорить джаолан юфыны остальные бросились к нему их взгляды остановились на двух практиках почувствовав ужасающий уровень совершенствования другой стороны их лица слегка изменились первый практик который говорил с ним цы указал на юношу проревел я же сказал тебе убираться почему ты до сих пор здесь фигура нинцы двинулась и появилась прямо перед ним на лице этого практика появилось выражение удивления прежде чем он успел произнести второе предложение нинцы раздробил его череп бессмертная духовная энергия немедленно отрезала всю жизненную энергию в его теле и он умер на месте когда все увидели это они были потрясены это место было заполнено остатками сознания демонов они боялись что демоны обратят на них внимание из-за нинцы в конце концов все вздохнули с облегчением никто казалось не заметил этой сцены нинцы слегка улыбнулся и обвел взглядом толпу я пошел по собственной воле или никого не принуждаю этот человек говорил грубо поэтому я убил его практик стоявший рядом увидел как его товарищ умер от рук нинцы его глаза сразу же показали следы гнева но он был не намного сильнее чем первый с помощью своей силы нинцы действительно был способен мгновенно убить его заставляя сердца всех трепетать от страха никто не осмелился сделать ни шагу интересно боевая мощь маленького друга совершенно необычайно жалан и юфын были привлечены этой сценой они посмотрели на нинцы совершенно другими глазами практик проявления закона который был выше их уровня неудивительно что другая сторона смогла добраться до 10 этажа башни разума вы мне льстите в убийстве нескольких муравьев нет ничего особенного нинцы слегка рассмеялся творцы первого бедствия посмотрели на нинцы с еще большим страхом после этого джалан и юфын также отправились проверить обстановку и пришли к тому же выводу что нинцы и остальные даже алхимическое наследие которое появлялось ранее было не таким трудным как в этот раз если остатки воли императора пилюль действительно трансформируются в его основное тело то на этот раз мы можем вернуться с пустыми руками неохотно проговорил джалан он ясно знал что алхимическое наследие внутри здания и находится очень близко к его группе но они даже не могли войти через дверь если им повезет и они убьют двоих которые казалось обладали силой творца четвертого бедствия в это время появится любой случайный демон который сможет уничтожить всех присутствующих с течением времени сяу со своей группой бросились туда а за ними последовали старший дан бушующий дракон и другие среди которых было несколько тысяч творцов что касается остальных практиков то даже если они увидят этот город они могут не захотеть войти для них получение нескольких фрагментов пилюли до было истинной целью путешествия в сумеречный меридиан хай шуй смотрел прямо на нинцы его глаза мерцали ядовитым взглядом в то время как нинцы просто улыбался ему слабо смеясь когда старший дан бушующий дракон и остальные поняли что происходит сяуи собрал самых сильных лидеров различных сил и обсудил с ними ситуацию все они использовали звукопередачу чтобы общаться друг с другом и никто посторонний не мог подслушать внезапно на лице старшего дана бушующего дракона появился оттенок гнева и он немедленно направился к главной двери и поклонился двум практикам я ученик родословной императора пилюль пожирающего дракона пожалуйста позвольте мне войти чтобы засвидетельствовать свое почтение старику императору пилюль пожирающему дракона пошел ты к черту кто бы мог подумать эти два стражника немедленно закричали а затем старший дан бушующий дракон был отброшен назад тяжело упав на землю он выплюнул полный рот крови и в его глазах появился намек на недоверие у императора пилюль пожирающего дракона нет учеников если ты и дальше будешь притворяться им я сейчас же лишу тебя жизни стражник холодно посмотрел на старшего дана бушующего дракона нет учеников все вдруг поняли что остаток воли который обитал в самом городе был лишь фрагментом поэтому не было никаких воспоминаний о том что произошло после этого его злорадный взгляд остановился на старшим да не бушующим драконе который поднялся с земли и холодно обвел всех взглядом сяуи слегка рассмеялся как насчет того чтобы попробовать наш вариант конечно поскольку его собственный метод не сработал старший дан бушующий дракон решительно кивнул и согласился затем сяуи посмотрел на окружающих его людей и послал им звуковое послание все вы я надеюсь что вы сможете пойти в разные части города и создать некоторые переполох что когда все это услышали они были ошеломлены переполох разве это не самоубийство здесь было так много демонов сформированных остатком воли кто знает какое ужасное существо появится после того как они отреагируют если мы пойдем и устроим неприятности как насчет вас ребята холодно сказал чужеземный практик что же мы будем делать кто ты чтобы спрашивать секта девяти адских демонов внезапно холодно посмотрела на чужеземного практика в его глазах мелькнула убийственное намерение возможно потому что он был напуган практик немедленно закрыл рот среди семи основных сект девять адских демонов были самыми кровожадными даже раса горных зверей не осмелилась бы так легко спровоцировать их глава 1468 время пришло я знаю что никто из вас не хочет этого делать те кто не хотят могут уйти но после этого если в городе пожирающего дракона появится какие-нибудь странные сокровища можете не претендовать на них если кто-то готов помочь то после того как все будет сделано мы можем вознаградить их в соответствии с их собственным мастерством или возможно может быть другой вариант мы покинем это место вместе после некоторого раздумья некоторые из чужеземных практиков решили уйти однако остальные на мгновение заколебались а затем согласно закивали что же касается глав из альянса алхимиков то они увидели что старший дан бушующий дракон остался поэтому за исключением нескольких человек которые решили уйти остальные включая хаишуя решили остаться то же самое было и с альянсом ремесленников хорошо те кто решили остаться можете начинать отсчет с этого момента через два часа начинайте действовать одновременно а затем спрячьтесь сяуя слегка улыбнулся после того как толпа разошлась он дуань мучун и другие небесные мастера из семи главных сект направились к ресторану вдалеке когда они проходили мимо нинцы и остальных дуань мучун зловеще сказал чего ты ждешь вам не пора идти нинцы рассмеялся затем повернулся и ушел вместе с шиньба и мы остальными этот парень не так прост вдруг сказал дуань мучун глядя в спину уходящему нинцы да сяуи согласно кивнул по какой-то причине чувства которой нинцы вызывал у него было похоже на слой слабого тумана что было чрезвычайно странно в конце концов другая сторона была всего лишь практиком проявления закона а он уже был творцом третьего бедствия после того как джаолан услышал это его глаза слегка переместились когда он с подозрением уставился на спину нинцы его способности высоки но в настоящее время он находится только на уровне проявления закона он лишь немного сильнее безразлично сказал старший дан бушующий дракон ха-ха сяуи и остальные засмеялись покачали головами перестали говорить о нинцы и пошли в ресторан вдалеке усевшись окна сможем ли мы узнать что происходит внутри будет зависеть от их действий это будет зависеть от того достаточно ли большой переполох они создадут сяуи посмотрел на самое высокое здание вдалеке и рассмеялся сяуи ты уверен что внутри нет императора пилюль сказал дуань мучун несколько невежливо не уверен иначе мы бы сразу ворвались внутрь если мы будем работать сообща смогут ли два монстра образованные обычными остатками души остановить нас сяуи слегка рассмеялся у джаолана юфы на и остальных лица изменились по уверенному поведению сяуи они могли определить что его истинная боевая сила была намного больше чем у них двоих иначе как они могли подумать что с творцом четвертого бедствия было легко справиться что если действительно существует императора пилюль и он появится из-за шумихи снаружи футзи нахмурилась все они умрут джан дон лая улыбнулся ами табха шит зижуй выкрикнул имя будды небесный мастер древнего храма цзюша позади него никак не отреагировал когда услышал слова джан дон лая сяуи рассмеялся ну и что если они все умрут если они пришли сюда то должны осознавать что они умрут здесь неужели вы действительно думаете что здесь легко получить наследие алхимии дуань мучун усмехнулся ты еще более безжалостен чем я сяуи усмехнулся и не ответил а лишь посмотрел на здание с некоторым ожиданием брат нин мы действительно собираемся следовать приказу сяуи после долгого следования за нинцы шиньбай не мог не спросить поскольку нинцы всегда был очень спокоен и собран шиньбай считал что у него должны быть свои собственные мысли гун сун цзинь удун и остальные посмотрели в сторону нинцы следовать приказу нет необходимости нинцы засмеялся указав на чайный столик вдалеке и сказав пойдем выпьем несколько чашек чая интересно какой у него вкус после того как все услышали это они последовали за нинцы в чайную лавку и сели владелец чайной лавки с энтузиазмом налил нинцы и остальным по чашке зеленого чая время продолжало идти минута за минутой с тех двух часов о которых упоминали сяуи и остальные прошло уже полчаса и шиньба и остальные начали нервничать время вышло нинцы рассмеялся сколько сейчас времени не дожидаясь пока они спросят грибовидное облако внезапно поднялось из самого высокого здания в центре города пожирающего дракона сопровождаемые ослепительным белым светом и громкими грохочущими звуками с постройкой в центре ужасающие последствия распространились во всех направлениях и окружающие дома казалось были сметены бурей очень быстро достигая ресторана где были сяуи и остальные что происходит выражение лиц сяуи и остальных изменилось они быстро покинули это место и отступили на несколько десятков километров в недоумении глядя на место где произошел огромный взрыв других взрывов не последовало но в том месте которое их больше всего беспокоило началось какое-то движение что же все таки происходит в то же время группа практиков которые уже заняли свои места ошеломленно посмотрела в сторону центра огромного города что там произошло может быть открылась наследие алхимии или появился великий демон в их сердцах зародились сомнения некоторые из практиков стиснули зубы и поспешили к центру огромного города поскольку все уже дошло до этой точки они ни за что себя не простят если не увидит что произошло своими собственными глазами мы тоже пойдем хорошо и несколько младших которые были в хороших отношениях друг с другом сразу же приняли решение когда увидели ситуацию и бросились в центр города шиньба и остальные потрясенно посмотрели на нинцы только что когда нинцы упомянул что время вышло что-то странное произошло в центре города но как он мог знать если только не он сам это сделал но нинцы постоянно был с ними они понятия не имели как нинцы это провернул может ли это быть глаза гон сунь зим слегка прищурились единственный раз когда нинцы подошел к зданию это когда он задавал вопрос может ли он войти в здание только тогда у нинцы был шанс что-то сделать но как теперь мы узнаем есть ли внутри какие-нибудь демоны или император пилюль нинцы улыбнулась удун с ужасом посмотрел на нинцы сяуи хотел использовать их в качестве приманки которая выманет тигра из пещеры но нинцы смог обратить перевернуть все с ног на голову если там действительно есть демоны или император пилль сяуи и остальным не поздоровится взрыв казался ужасающим но на самом деле он разрушил лишь несколько домов разрушающая сила была невелика и невидимое излучение в основном не причинила вреда присутствующим практикам глава 1469 проглотил прежде чем дым рассеялся лица сяуи и остальных стали чрезвычайно уродливы они чувствовали себя крайне неловко если тело императора пилюль из остатков воли действительно находилась внутри здания то у них было очень мало шансов сбежать в конце концов это была его область творца время шло дым постепенно рассеивался и все оглянулись но увидели что первоначальное строение исчезла а вместо него образовалась гигантская яма два практика которые ранее охраняли вход смущенно парили в воздухе взрыв не причинил им слишком большого ущерба но сжег всю их одежду вы все черт побери они оба взревели все прохожие подняли головы глядя на сяуи и остальных их глаза вспыхнули красным светом и их цемедленно увеличилось сколько людей находилось в городе пожирающего дракона миллионы в этот момент миллионы демонов уже пробудили свое сознание уставившись на сяуи и других кто был ближе всего к центру взрыва это заставило их волосы встать дыбом среди них большинство были на уровне проявления закона но также было много творцов первого бедствия творцов второго бедствия и даже несколько творцов третьего бедствия к счастью среди них не было ауры творца пятого бедствия иначе на этот раз они действительно были бы полностью уничтожены сяуи твоя догадка оказалась верна кроме двух стражников здесь больше никого нет но разве мы не должны бежать сейчас сказал джаолан с посеревшим лицом 9 сильнейших человек из семи великих сект пойдут со мной чтобы разобраться с двумя стражами поскольку нет существ сильнее творца четвертого бедствия чего нам бояться после того как мы зачистим это место даже если не найдем наследие алхимии здесь должно быть много фрагментов пилюль да легкомысленно сказал сяуи я согласен глаза джан донлая и остальных небесные мастера горели желанием сразиться услышав это все почувствовали что сяуи был чрезвычайно смелым и на самом деле планировал окружить и уничтожить двух творцов четвертого бедствия но то что он сказал было разумно так как не было творцов пятого бедствия их группа действительно могла справиться с этим но как насчет сотен практиков разбросанных по всему городу давай сделаем все возможные джаолан стиснул зубы ами табха глаза шит зежуя вспыхнули ярким светом нынешний он был совершенно не похож на прежнего ученики древнего храма тзюша большую часть времени выглядели вялыми и спокойными но сейчас его боевой дух не уступал джан донлай и другим у остальных не было выбор в настоящее время они были окружены и в следующий момент два творца четвертого бедствия бросились вперед в бой сяуи взревел и взял инициативу на себя джаолан и остальные не дрогнули так как уже решили выложиться по полной они не стали сдерживаться и достали свои козыри там идет бой шиньбай дрожал от страха наблюдая за этой сценой в то время как гон сун цзэю не остальные бдительно оглядывались вокруг продавец чая выпускал слабую ауру творца первого бедствия но по какой-то причине они совершенно не обращали внимание на нинцы и остальных практики которые ранее были разбросаны по всему району тоже не замечали их и все сразу же вздохнули с облегчением я боюсь что сяуи и остальные не смогут продержаться долго сказал у дун с затаенным страхом в сердце в это время старший дан бушующий дракон был рядом с десятком доверенных помощников это не так если они смогут противостоять двум творцам четвертого бедствия остальные не будут представлять большой угрозы небесные мастера семи главных сект в конце концов всегда припасают несколько козырей сказала гон сун цзэм и то верно у дун задумчиво кивнул пошли отсюда нинцы рассмеялся и пошел к центру гигантского города все быстро последовали за ним когда они достигли центральной зоны нинцы заметил что хэйшу и другие практики уже прибыли они отчаянно что-то искали в обломках шиньбай не находил себе места он также хотел обыскать здание которое охраняли два творца четвертого бедствия если ему скажут что внутри нет никаких сокровищ он и за что бы не поверил у меня получилось фрагмент пилюли да раздалось удивленное восклицание хэйшу и не ожидал что сможет так быстро найти фрагмент пилюли да будучи вне себя от радости он немедленно начал прятать его а несколько хороших друзей рядом с ним немедленно защитили его оглядываясь вокруг в шоке и ярости к ним приближались чужеземные практики что вы собираетесь делать этот фрагмент пилюли да принадлежит альянсу алхимиков как вы смеете прикасаться к нему крикнул хэйшу и тьфу многие из чужеземных практиков на мгновение задумались прежде чем отказаться от идей выхватить фрагмент пилюли да у хэйшу и они развернулись чтобы продолжить поиски не было никакой необходимости оскорблять альянс алхимиков ради такой маленькой выгоды хэйшу и вздохнул с облегчением но его лицо было переполнено радостью он действительно уйдет отсюда не с пустыми руками в этом фрагменте пилюли да была формула пилюли как минимум седьмого или восьмого ранга или возможно там были другие секреты несмотря ни на что ценность этого фрагмента пилюли да была огромна ценность этого фрагмента пилюли да была даже выше чем все его состояние фрагмент пилюли да ах я никогда раньше их не видел дай посмотреть несколько глав из альянса алхимиков которые первоначально защищали его были ошеломлены на мгновение и не обнаружили как нинцы подошел к хэйшую нинбэйсю янь что ты собираешься делать хэйшуй был потрясен а затем холодно посмотрел на нинцы как глава из альянса алхимиков могу я взглянуть на фрагмент пилюли чего тебе бояться неужели я съем ее нинцы улыбнулся что за шутка остальные главы были сбиты с толку глядя на нинцы может этот парень дурак фрагмент пилюли был найден другим человеком и он хочет чтобы ему показали его неужели хэйшуй настолько глуп глаза хэйшуй слегка дрогнули помолчав несколько мгновений он вдруг рассмеялся хорошо можешь посмотреть фрагмент пилюли да появился в его руке и он небрежно бросил его нинцы хэйшуй холодно рассмеялся в своем сердце он понял что это была хорошая возможность избавиться от нинцы что касается его самого то он не боялся что фрагмент пилюли да исчезнет что могло случиться нинцы ведь и вправду не проглотит его глоть нинцы взял фрагмент пилюли да бросил его в рот и проглотил перед хэйшуй им глава 1470 потасовка системное сообщение поздравляю пользователя с получением формулы пилюли закалки демонической ци восьмого уровня прозвучал сигнал системы пилюля восьмого уровня х уголок рта нинцы слегка приподнялся проглотил он проглотил мой фрагмент пилюли да хэйшуй на мгновение вздрогнул а затем сразу же бросился к нинцы со зловещим выражением лица другие главы тоже отреагировали все они в ярости бросились к нинцы в шух в шух в шух с помощью нескольких легких ударов ладонью эти творцы второго бедствия отлетели в сторону тяжело приземлившись на землю раны хэйшуя были особенно тяжелыми его грудная клетка была почти раздавлена он терпел сильную боль формируя силу ци творца в своем теле чтобы исцелить раны мужчина недоверчиво смотрел на нинцы вы такие смелые что одновременно решили сразиться и со своими товарищами и с врагами нинцы презрительно усмехнулся группе глав ты как мог твоя сила глава ошеломленно посмотрел на нинцы практик проявления закона как он мог победить четверых творцов второго бедствия в мгновение ока как такое возможно нинбэйсюань ты забрал у меня фрагмент пилюли да хэйшуи взревел от горя и негодование видя это окружающие практики начали злорадствовать и в то же время в их сердцах зародился страх по отношению к нинцы этот парень был действительно необычным достигнув 10 этажа как он мог быть всего лишь практиком проявления закона должно быть он скрывает свое совершенствование я забрал у тебя фрагмент пилюли да подай на меня в суд нинцы переместил свое тело появившись рядом с хэйшуем глядя на него сверху вниз на смешливой улыбкой на лице хэйшуй взревел и ударил нинцы но его скорость была слишком медленной нога нинцы уже наступила на его туловище взрыв бессмертной духовной энергии мгновенно ворвался в его тело мужчина чувствовал себя так как будто превратился в поле боя его сила творца постоянно сопротивлялась бессмертной духовной энергии нинцы хотя сила творца в этом мире было немного сильнее бессмертной духовной ци она не могла выдержать совершенствование нинцы с бесконечной бессмертной духовной ци силы творца хэйшу я постепенно были отброшены назад и очень быстро тонкий ручеек крови потек из уголка его рта почему неужели я самом деле я ему не ровня только теперь хэйшуй с грустью осознал что он слабее нинцы ради альянса я не стану убивать тебя на этот раз в следующий раз когда ты пойдешь против меня я отправлю тебя следом за вантином ты понял нинцы слабо рассмеялся хэйшуй молчал нинцы слегка надавил правой ногой и сильная боль тут же заставила хэйшу я с большим трудом сказать я понял не забывай об этом нинцы улыбнулся и подошел к шинбаю сказав им немного осмотреться вокруг есть ли еще какие-нибудь фрагменты пилюль хорошие друзья хэйшу я немедленно подошли чтобы помочь ему подняться и посмотрели на нинцы с некоторым опасением старший хэй вы все еще хотите чтобы мы убили этого ребенка может быть нам не стоит провоцировать кого-то вроде него кто-то послал ему укоризненное звуковое послание лицо хэйшу я помрачнела когда он повернулся чтобы посмотреть на старшего дана бушующего дракона который сражался против двух творцов четвертого бедствия прямо сейчас единственной надеждой отомстить нинцы был старший дан бушующий дракон вдалеке старший дан королевства дарк я и старший дан которого он привел с собой наблюдали за этой сценой их лица были одинаково шокированы когда они посмотрели друг на друга старший дан королевства дарк я я и не думал что боевая мощь этого человека на самом деле так ужасно неужели он действительно всего лишь глава великого города я тоже удивлен старший дан королевства дарк я горько рассмеялся к счастью мои отношения с ним не так уж плохи если с ним ничего не случится в будущем он займет могущественное положение в альянсе алхимиков в то время даже если у меня будет поддержка лучше не думать об этом давай посмотрим сможем ли мы получить один или два фрагмента пилюли да верно сотни парней торчали задницами к небу обыскивая это место эту сцену видели те кто сражался с демонами в небе и они были так разгневаны что дым шел из их голов нинцы не участвовал в сражении он стоял на своем прежнем месте молча наблюдая за разворачивающейся битвой сяуи и другие уже раскрыли свои козыри и одержали верх эти два творца четвертого бедствия были сформированы лишь из нити остаточного сознания от начала до конца их интеллект не был высоким а наоборот был полностью механическим неудивительно что они оказались в таком плачевном состоянии пробормотал себе поднос нинцы затем он переместил свое тело и появился за спинами демонов забирая их жизни наследие алхимии все еще не было найдено но эти демоны сформированные из остатков мыслей были полезны для нинцы каждый раз когда он убивал демона его искусство становилось немного сильнее нинцы специально выбрал демонов выше творца первого бедствия когда он спокойно убивал их практики которые были окружены сразу же почувствовали себя гораздо спокойнее однако нинцы пока не трогал демонов силой на уровне творца третьего бедствия он хотел использовать эту группу демонов чтобы сдержать сяуи и остальных пока сам будет тихо ловить рыбу в мутной воде 9 дней и ночей спустя число демонов явно уменьшилась и нинцы больше не мог найти ни одного демона ниже творца первого бедствия в огромном городе пожирающего дракона осталось лишь более сотни демонов второго бедствия окружившихся у и и других с другой стороны два творца четвертого бедствия казалось не могли продолжать сопротивляться поскольку они пропускали все больше ударов и меньше наносили атак в ответ они вот-вот проиграют на лице джаолана был намек на радость он получил множество ран а в нескольких местах были даже видно его внутренние органы кроме того поскольку раны были нанесены творцом четвертого бедствия ему было нелегко оправиться от них джаолан был не единственным кто обнаружил это сяуи и остальные тоже заметили поэтому они отчаянно сражались чтобы атаковать своих противников еще несколько раз и как можно быстрее убить тогда этот город пожирающего дракона попадет в их руки и они смогут медленно обыскать все что захотят я больше не могу сдерживаться верно нинцы рассмеялся и в мгновение ока он появился позади двух творцов четвертого бедствия его совершенствование проявления закона уже уплотнилась до определенной степени и если он убьет этих двоих то вероятно достигнет пика небесной стадии и продвинется к творцу когда сяуи и остальные увидели нинцы они были поражены и даже их движения стали медленнее 9 ладони духовного солнца клинок вечной пустоты 18 ладони обезглавливающего дракона нинцы двигался с чрезвычайно высокой скоростью обменявшись более чем сотни ударов с двумя демонами только тогда последовали атаки сяуи и других но они промахнулись потому что после полученных сотни атак эти двое парней уже превратились в пятнышки света исчезли в небе а два белых огонька слились в теле нинцы тут же раздалось оповещение системы день системное сообщение поздравляю глава 1471 потерять лицо день системное сообщение поздравляю пользователя с успешным продвижением к вершине стадии великой завершенности проявления закона и обладанием способностей творца миссия по продвижению была выдана пожалуйста взгляните на детали он убил двоих демонов на уровне творца четвертого бедствия сяуи и остальные находились в воздухе тупо глядя на нинцы с намеком на недоверие в глазах они были уверены что ран которые они нанесли двум творцам четвертого бедствия недостаточно чтобы их убить в конце концов это место область творца который может максимально ускорить восстановление их травм атака практика проявления закона на самом деле была способна прорвать защиту творцов четвертого бедствия хотя боевая мощь нинцы уже была сильно переоценена толпа все еще понимала что они все недооценивали нинцы со способностями которых достаточно для достижения десятого этажа башни разумов и с такой ужасающей боевой силой если все пойдет гладко нинцы определенно получит благосклонность императора пилюль и его положение кардинально изменится брат нин на каком уровне практики ты находишься сказал сяуи с серьезным тоном в то же время он указал на своих младших братьев и сестер и они поняли что происходит и пошли атаковать оставшихся демонов моя практика уровень проявления закона нинцы рассмеялся невозможно если действительно проявление закона как ты только что прорвался сквозь защиту этих двоих любой след силы творца на их телах способен заставить практика проявления закона умереть на месте холодно спросил джаолан сказав это он сделал паузу ранее между младшим братом лигун сун цзин произошло недоразумение я слышал что ты их догнали так что боюсь младший брат ли уже умер от твоих рук верно а нечто подобное существует в этом мире лица всех слегка изменились видя огромную перемену в выражении лица нинцы старший дан бушующий дракон показал удивление казалось что они не хотят предпринимать никаких действий и если этот парень хотел покинуть это место в целости и сохранности это было уже невозможно если практики секты демонической радости захотят отомстить из-за своих подозрений что нинцы убил личин теня они не успокоятся пока не закончит брат джао чтобы ты не говорил ни клевещи на меня хотя мое развитие невелико я не тот человек которым можно легко воспользоваться чтобы ты не говорил я все еще являюсь главой из альянса алхимиков верно нинцы рассмеялся и посмотрел на старшего дана бушующего дракона слегка кашлянув старший дан бушующий дракон сказал со всей серьезностью если ты действительно связаны со смертью члена секты демонической радости то я не смогу защитить тебя хотя альянс алхимиков един мы не будем безрассудно враждовать ха-ха ты говоришь благородно но каким ухом ты слышал что личин теня убил я какой из твоих глаз видел это нинцы рассмеялся глава нин будь вежлив когда говоришь кто ты такой чтобы так со мной разговаривать старший дан бушующий дракон холодно посмотрел на нинцы в это время хайшуй со своей группой бросился вперед и приземлился рядом со старшим данном бушующим драконом они яростно посмотрели на нинцы и хайшуй обратился к старшему дану бушующему дракону старший дан бушующий дракон этот человек напал на своих товарищей украл мой фрагмент пилюли а глава нин что тут еще говорить нет необходимости в дальнейших объяснениях покинь это место тебе остается только ждать приказов от вышестоящих взгляд старшего дана бушующего дракона внезапно стал холодным и он смехнулся я украл твой фрагмент пилюли да у тебя есть доказательства не говори ерунды без доказательств меня не волнуют твои попытки оклеветать меня как только мы выберемся отсюда я первым делом разберусь с тобой нинцы посмотрела на хайшуй а и слегка улыбнулся этот бесстрашный взгляд почти заставил хайшуй а сжать зубы от ненависти однако он ничего не мог сделать с ним цель надеялся на старшего дана бушующего дракона меня не волнует что происходит внутри твоего клана даже если ты не видел личин теня в течение всего дня у меня есть основания подозревать что ты убил его это дело еще не закончена холодно сказал джаолан взглянув на нинцы ладно нет нужды обсуждать то как гоняться за ветром и ловить тени давайте поговорим об этом когда у нас будут веские доказательства а сейчас будет лучше очистить это место от остатков зла безразлично сказал сяуя старший дан бушующий дракон услышал это и фыркнул он тут же полетел где монус силой творца третьего бедствия словно выплеснув гнев в своем сердце он яростно атаковал и после сотни ударов убил демон на месте после этого он холодно взглянул на нинцы и убийственное намерение в его глазах было совершенно очевидно вскоре после этого все оставшиеся демоны и злодей города пожирающего дракона были полностью уничтожены и весь город стал мертвенно тихим однако сцена из прошлого была лишь остатком воли императора пилюль и это город уже давно мертв практики которые все еще продолжали поиски заметили это и быстро неловко встали в конце концов они не решили помочь во время этой битвы и вместо этого воспользовались шансом поискать фрагменты пилюли алхимическое наследие шиньба и все остальные стояли рядом с нинцы которые улыбнулся как дела ты нашел что-нибудь за эти несколько дней ничего шиньба и разочарованно покачал головой наследие алхимии может быть и не здесь но вполне возможно что она находится в ничем не примечательном доме как я уже говорил после того как мы зачистим это место мы разделимся в соответствии силам и разделим город пожирающего дракона на несколько частей в таком случае то что вы найдете будет принадлежать вам никто не будет вмешиваться но если мы найдем наследие алхимии то добудем его своей силой сказал сяуи с улыбкой хорошо давайте поступим таким образом я хочу эту территорию джао лан кивнул проваливай с какой радости это место достанется тебе юфы ну смехнулся фудзи джан дунла и остальные тоже присоединились к спору с другой стороны дуань мучун бросил холодный взгляд на нинцы прежде чем собрать своих младших братьев и уйти я забираю уголок на восточной стороне тот кто осмелится войти в это место будет убит без пощады в конце концов этот клочок земли который недавно разрушился был отдан древнему храму цзюша от начала и до конца они не разговаривали вместо этого именно потому что юфы ничжала наказались в тупике заговорился у я им обоим пришлось отступить и отдать территорию древнему храму цзюша шидзи жуй кивнул и с улыбкой поблагодарил их обоих фудзи фыркнула обвела взглядом сяуи и указала на западную сторону видя что они собираются полностью разделить территорию и даже не беспокойся нинцы и остальных шиньбай был немного встревожен но нинцы все еще слегка качал головой благодетель пожалуйста уходи шидзи жуй улыбнулся и указал на нинцы это место уже было территорией древнего храма цзюша поэтому он естественно не мог позволить никому другому стоять на нем нинцы рассмеялся уводя шиньба и остальных в район который был выделен старшему дану бушующему дракону увидев это старший дан бушующий дракон немедленно отругал его в настоящее время ты позорный преступник и у тебя нет прав находиться здесь подожди снаружи глава 1472 не надо сравнивать увидев это все главы взглянули на юношу с сожалением поскольку старший дан бушующий дракон проявил такое отношение нинцы позже окажется в глубокой беде мастером старшего дана бушующего дракона был император пилюль бодхи он был самым сильным существом в альянсе алхимиков среди альянсов существо самой сильной практикой входит в тройку главных чьи слова и голоса имеют большой вес решу и насмешливо посмотрел на нинцы и в его глазах промелькнуло облегчение ты можешь остаться старший дан бушующий дракон указал на уду на нинцы рассмеялся похлопал уду на по плечу и вышел из города когда шиньба и гон суньцы юн увидели это они быстро последовали за нинцы как и шанер шани что же касается уду на то он лишь на мгновение заколебался затем виновата улыбнулся старшему дану бушующему дракону и повернулся чтобы погнаться за нинцы удун что с ума сошел что он делает может быть эти двое были знакомы ранее невозможно я уже спрашивала прошлом нин бэйсю аня он нигде не пересекался суду нам тогда почему он решил оскорбить старшего дана бушующего дракона из-за незнакомого нин бэйсю аня откуда мне знать давай больше не будем об этом говорить и сосредоточимся на работе если мы найдем один или два фрагмента пилюли то станем богачами видя что лицо старшего дана бушующего дракона стала неприглядным главы которые шептались друг с другом закрыли рты и рассредоточились чтобы обыскать это место за городом нинцы и остальные парили в воздухе глядя на территории которые были заполнены практиками из разных семей отчаянно копая удун если ты последуешь за мной не обидишь ли ты старшего дана бушующего дракона нинцы рассмеялся удун потер нос если он затаит обиду то так тому и быть шанер и шани посмотрели на удуна с некоторым любопытством за последние несколько дней общения они не подозревали что характер удуна был таким же прямолинейным как и у их расы горных зверей если ты больше не хочешь оставаться в альянсе алхимиков то можешь стать членом нашего клана горных зверей сказал шани довольно вы звери живете в горах и пьете кровь как мне к этому привыкнуть удун закатил глаза шанер с сомнением посмотрел на нинцы мастер с твоей силой как сяуи и остальные могут быть тебе ровней ведь тебе легко получить кусок территории верно совершенно верно шиньба и гон сун цзинь тоже немного сомневались нас всего шестеро сколько времени потребуется чтобы обыскать это место будет лучше просто стоять здесь и позволить им помощь найти сокровища для нас нинцы рассмеялся о группа понимающие переглянулась и в их глазах появилась тень улыбки кроме нинцы другим практикам которые решили не сотрудничать с сяуи и другими пришлось покинуть город пожирающего дракона но они не хотели уходить как и нинцы они смотрели на сяуи и других с невыносимым зудом в сердце от начала и до конца я чувствую что восьмилапый зверь не стал преследовать нас не потому что боялся всего лишь двух творцов четвертого бедствия верно внезапно сказал удун ты совершенно прав нинцы кивнул я тоже думаю что это немного странно шиньба и гон сун цзинь посмотрели друг на друга и гон сун цзинь втянула в себя холодный воздух а затем тихо заговорила может быть здесь есть более сильные практики и они лишь временно ушли из города мы уже определили что демоны и монстры которые остались в городе не покидают его они словно заключены здесь и не имеют сознания чтобы покинуть это место если действительно существует более сильное существо которое могло покинуть это место тогда это пока шиньбай говорил его лицо стало чрезвычайно уродливым и он подсознательно огляделся вокруг